Девушки отдыхают Ты можешь жить, да? Доченька, Настя, он уже целый месяц прошел, так нельзя. Надо брать себя в руки. Зачем? Ты знаешь, когда погиб твой отец, я думала так же, как и ты, что я никогда не смогу стать счастливой. Понимаешь? Ну вот видишь, я даже не могу свыкнуться с мыслью, что мои родители мне не родные. Вот ты говоришь, отец, а я вижу своего папу. А этот Стас, каким он был? Стас. Он был очень сильным. Умным. Властным. И большим. И он всегда мне говорил, что из любого болота выбирайся сама. Только сама. Понимаешь? Я на него не похожа. Ты на него очень похожа. Ты тоже сильная и умная. Так что давай поднимайся, приводи себя в порядок и поехали к нам. Поживешь у нас, сколько захочешь. Подожди, нет. Почему? Петру это не понравится. Ну почему Петру это не понравится? Он будет рад. Ну он меня недолюбливает. Ну прекрати. Сейчас я ему позвоню, все скажу, все будет хорошо. Никаких проблем не будет. Обещаю. Договорились? Спасибо. Мы договорились? Да, алло. Петр Владимирович Исаев? Да, это я. Петр Владимирович, в кредите вам отказано. Я могу еще чем-то вам помочь? То есть как отказано? Почему? К сожалению, я не располагаю этой информацией. Алло, девушка. Хорошего вам дня. Алло, любимый, мне нужно с тобой поговорить. Да и я не могу говорить, извини. Давай. О, Петр Владимирович, здравствуйте. Что-то случилось? Вот такие дела, Инна. Они нас кинули. Как? Точнее, пока мы строили это все. Заказчик взорился. Так бывает. Так подождите, суд будет на нашей стороне. Да, несомненно. Но суды будут потом. А теперь заказчик платить отказывается. Стройка заморожена. Так что, переведите оставшиеся деньги на счета, суд подрядчикам. Вы платите всем зарплаты. Хорошо. И всем, видимо, придется искать новую работу. И мне? Увы. Ну, что вы на меня так смотрите? Да, я идиот. Я вбухал все деньги в этот проект. Я всех подставил. Вот как-то так. Да уж. Ничего себе. Располагайся. Мне кажется, эта комната должна тебе понравиться. Мне уже нравится. Мам! А папа говорил, что когда Влада пойдет в школу, эта комната будет моя. Ну, Катюш, давай мы потом это обсудим. По-моему, это не проблема. Спасибо тебе огромное. Я очень рада, что ты с нами. Ого! Какие у нас волосы! А кончики посеченные. Новый шампунь, улучшенная формула от текущихся концов. Личка! Хочу кофеечку сделай мне. Инна! Дай мне родить. А ты видела нашу новую косметику? Улучшенная формула от морщин. Посмотри. Ну, ты красотка. Да. А я не знаю, Верончик, сейчас для меня все будет так дорого. Ну, ты чушь. Тебе что, Петя зарплату урезал? Ой, у нас там такое. Только никому. Я могила. Банкротом и разорился Петя. Вот такая ситуация. Это ж как же. А вот так. Заказчик ничего не перечислил, а Петр все деньги туда умухал. Да мы должны были на этом так хорошо сработать. Ну, а что ж теперь делать? Что делать? Работу буду искать. А где ее найду? Тридцать шесть с половиной. Так какой-то жирный заказ нас может спасти. Где его взять? Сейчас на рынке затишье. А Петя Машке уже рассказал? Я думаю, что нет. Ты же знаешь, как он с ней носится. Знаю, в курсе. Личка, сделай масочку из водорослей. Новенькую ношу. И массажик. За счет заведения. Смирно. Да, да, я ангел, я знаю. Ты ангел, ангел. Ага. И Русь, привет. Ай, подруга, помощь твоя нужна. Мне тут одна сорока на хвосте принесла информацию. Ну, давай встретимся. Ты чего не спишь? Тебя жду. Ты есть будешь? Спасибо, не хочу. Петь, у нас Настя. Ты не против? Она пока поживет у нас. Ей очень тяжело. Я все понимаю, почему со мной не посоветовалась. Я хотела с тобой посоветоваться. Я тебе звонила. Да. Извини, я встреча была важная. Потом засуетился. Что за встреча? Что-то не так? Все нормально. Ну, почему такой груз? Ну, вообще, какое-то нервное последнее время. Ну, все нормально. Все нормально. Нормально. У нас с Петей как раз все начало складываться. А это вцепилось в мертвой хваткой. Ой, я тебя понимаю. Есть такие бабы. А мужики вообще? Они же по своей природе. Предатели. Что, и Мишу тоже? Ой, ты что, упаси Бог. Это я про своего. Неважно. Была у меня такая история. Так как ты говоришь, его зовут? Петенька. Петенька. Пётр. Пётр. Пётр Исаев. Ладно, я поговорю с Мишей. Он курирует мой проект. Развлекательный центр. Негласно, конечно. Он же марчуем к светиться. А если эта строительная компания настолько хороша, то почему бы нам ее не нанять? Супруг. Люкок на помине. Алло, дорогой, я скоро буду. Я тут с Верунькой расслабилась немного. И мне кажется, я нашла строительную фирму, которая подойдет для нас. Целую. Пупсик. Это чудо. Ну, я спать хочу. Нужно мыться холодной водой. Да, мам? А почему ей можно не вставать? Ну, во-первых, не ей, а Насте. А во-вторых, дайте человеку освоиться. Ей сейчас тяжело. Помогите, давайте вместе поможем. А папа говорил, что люди сами должны за себя постоять. Так, мои дорогие, поели? Угу. Вперед. Маша, по-моему, ты много требуешь от Кати. Она совсем ребенок. Но она не совсем ребенок. Ей 12 лет. Во всяком случае, я в его возрасте уже понимала, когда человеку плохо. Ну, твое детство вряд ли может быть критерием, да? В конце концов, у Леоноры есть свободное место. И много. Пусть Настя поживет там. А я эту комнату действительно обещал Кате. Ты серьезно, Петь? Я не понимаю, чем тебе Настя мешает? Это ее дом. Подожди, она тоже моя дочь. Маша, прости, я не знаю, что-то нашло на меня. Прости, родная. Нет, я тебя не понимала. Маша. Да не надо, Петь. Извините. Настюш, проходи. Ну, что ты стоишь? Проходи, не стесняйся. Давай, садись. Садись, не стесняйся. Я вам мешаю. Ни в коем случае. Ну, что ты? Присаживайся. А мне уже пора. Хорошего дня. Свет, ну, опять перепутала папки. Вот здесь дело об имуществе, а это по разводу Михеевой. Там же написано. Простите, Мария Сергеевна, я такая тупая. Про себя так говорить не надо. Да мне Ира все показала, а я ей с Сашей мне все объясняла. А у меня ничего не получается. Получится. Будешь внимательнее, и все получится. У меня к тебе просьба, Света. Я все сделаю. А, вот слушай. У моей Настей сейчас такой период. Такой непростой. Я думаю, может быть, вы как-то пообщаетесь, подружитесь. Вы ровесницы. Должны понимать друг друга. Конечно. Мне к вам прийти? Нет. Вы встретитесь где-нибудь на нейтральной территории. Пока поболтаете, прогуляйтесь. Сашку с собой возьмите. Хорошо. Мария Сергеевна. Договорились? Да. Спасибо. Да. Чего эта Света такая радостная? Я вам тут развлечение придумала с Настей. О, отлично. Я как раз об этом хотел поговорить. Совершенно не знаю, что с ней делать. Ну, вот я предлагаю куда-то вытаскивать ее побольше. Не знаю, соберите компанию, Свету пригласите. Куда вы там ходите? В театр? В кинотеатр? В парк? Ну, как-то ее надо вытаскивать. Она плачет все время и лежит. Ну, да. Хорошо. Отличная идея. И что там у нас по Шмелевым? По Шмелевым, да. Мария Сергеевна, ну, с Шмелевым и все безнадежно. Ну, безнадежных дел не бывает, Саш. А недостаточно настойчивые юристы бывают. Согласен. Вперед. Петя, привет. Привет. А я хочу с тобой поговорить, Петь. Вер, мы обо всем с тобой уже говорили. Петь, я знаю, что твоя фирма банкрот. Черт, просила же ей, ну, не болтать. Ничего, мы друзья. Друзья должны друг другу помогать. Вера, я это учту, спасибо. А сейчас мне пора, правда. Петь, я нашла проект, который может спасти твою компанию. Вера, ну, ничего, где? Ну, какой проект? Ну, я знакома с женой мэра Ольховска. А они, вернее, она собирается строить развлекательный центр. Им нужна серьезная компания. Ты что, серьезно? Ну, конечно, уже все, договорилась. Уже все готово, все тебя ждут. Ждут у мэра. Ну, я же молодец. Молодец. Вы можете не волноваться, Михаил Викторович, это не первый подобный проект в нашей практике. А я и не волнуюсь. Я все знаю, Петр Владимирович. Я навел справки, проконсультировался с людьми. Сработаемся. Я очень рад, что мне предстоит работать с вами. Ну, не совсем, конечно, со мной. Ну, знаете, люди в городе, хороший город. Ходят слухи, что моя жена является совладелицей фирмы «Заказчик». Это вранье. Я, как мэр, должен о нем заботиться. Он мне, как родной. Я понимаю. Ну, теперь точно сработаемся. Спасибо. Мы вас не подведем. Вас проводят. Ира, был твой Исаев. Да, оно подходит. Ну, Атос, у него сейчас большие проблемы. Это даже очень хорошо. Меньше будет дурацких вопросов задавать. Скоро поступят инвесторские деньги. Все наладится. Все будет хорошо. Жукова. Это баба из интерната. Не волнуйся. Не волнуйся. Скоро она все подпишет. Галина Семеновна, дорогая моя. Ну, что же вы все сомневаетесь? Здание ведь действительно устаревшее. Угу. Мы ремонт делали. Господи, ну, какой ремонт у этих конюшнях. Стишка будет лучше в других учреждениях. А вы, наконец-то, сможете избавиться от своей каторги. Вы ведь давно на пенсии. Угу. Я работающий пенсионер. Вот. А мы сумеем вас отблагодарить. И это позволит вам хорошо отдохнуть от вашего легкого труда. Вы мне взятку предлагаете, да? Боже упаси, Галина Семеновна, я только напоминаю, что государственная программа направлена на ликвидацию постаревших учреждений, таких как интернаты для детей, решившихся печенья родителей. Приемные семьи, вот будущее. Что-то не наблюдаю наплыва желающих на усыновление, особенно для старших. Я подумаю. А, некогда думать. А ваше письмо надо, это только дружеское условие. Все решится без вас. Я все-таки подумаю. Думайте, быстрее. Вера, это просто чудо. И проект, кстати, очень интересный. Там можно заложить такие необычные решения. Угу. Совершенно и рада. Знаешь, а ведь ты спасла мою фирму. Разве могло быть как-то по-другому? Мы с тобой друзья, а друзья должны друг другу помогать. За успех. За наш успех. Все, давай дегустировать сыр. Так. Ну. Угу. И? А, даже так? Да. И вкусно. Прекрасно. Угощаю. Отстань! 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 Опять подрался. Отстань, господи. Они говорят, моя мама алкашка. Ну, нужно говорить, алкоголичка. Но это болезнь, Арик. Угу. Как заболеет, так поет. Да, господи, ты должен. Мама. Ау. А чего Кристина снова у меня заколку забирает? Ну, наверное, потому что она очень нравится. Мне тоже нравится. А давай мы с ней потом поговорим, хорошо? Ладно. Ну, давай. Давай. А чего она тебя мамой зовет? Ну, потому что она подхожу хотела. А ты ей разрешила? Да. Я тебя тоже буду мамой звать. У тебя же своя мама есть. А давай ты меня будешь называть Мама Галя. Угу. Угу. Ну, да, отлично. Армитрий Ильич, а я не буду подписывать вашей бумаги. Что, так прямо и сказала? Вот старая ведьма. Да потому что ко мне инвестор приезжает и все должно выглядеть прилично. Да. Представь себе, что это директор фирмы. А черт его знает, что его сюда несет. Все. Михаила Викторовича вызывали? Да. Юлечка, солнышко мое, можете на секундочку? У меня к тебе будет большая просьба. Угу. Угу. Нужно съездить в аэропорт и встретить инвестора. А почему я? Ну, потому что ты должна ему понравиться. Соблазнить? Ну, это если понадобится. Вы сейчас серьезно? Я, между прочим, пресс-секретарь. Юля! Ты из себя школьницу-то не строй? Или тебе напомнить, после какого скандала я единственное тебя взял на работу? Меня уволили незаслуженно. Это потому что ты спала с директором журнала, а его жена тебя застукала и обвинила в краже денег. Потому что надо было узнавать, что все деньги принадлежат его жене. Проверка тогда ничего не подтвердила. А пресса об этом забыла написать. Солнышко мое, если я тебя уволю, ты у меня мэрию пойдешь подметать. Ну, все. Ну, Юля, ну, пожалуйста, ну, прости меня. Ну, накипело все это. Ну, если ты не хочешь спать с ним, ну, может, не надо. Ты, главное, узнай, чем он дышит, куда он ходит. Хорошо, Михаил Викторович. Забот его Станислав Евгеньевич Корнецкий. А вы с ним лично знакомы? Иди работай. Есть. Маша, какая красивая. Нравится? Да. Мне сказали, это последний писк. Она пищит? Нет. Ну, так говорят. Последний писк, значит, очень модно. Мама, а почему вот Настя только шляпу? Ну, почему только Настя? Всем шляпы? Всем? О, всем. Так. Это у нас… Я тут. Ку-ку. Это тебе. Банчик переверни. А это у нас Катюша. Мне идешь? Держи. Очень. Вот так, да? О, прекрасно, замечательно. Очень. Мам, а мне, да? Красавица. Маша. Спасибо. А ты почему печальная? Это моя сумка. Ну, почему печальная? Я улыбаюсь. Ты же видишь? Петру не нравится, что я с вами, да? Ну, что за глупости? Ерунда. Посмотри, какая ты красавица. Папа! Ты, какая красота, а? В таких шляпах нужно ехать в Рио-де-Жанейро. А где я? А мы поедем? Обязательно. Может быть, даже в этом году. Настюша тебе очень идет. Правда? Конечно. Папа, а мне идет? Очень. А мне? Папа, а мне идет? У тебя прекрасное настроение, Петя. Ох, день сегодня просто замечательный. Друзья. Папа, мне идет? Идет? Тебе не идет. Да отлично, по-моему. Папа, ты супер. И жизнь, друзья, просто прекрасна. Отдайте шляпу. Эй! Кто поймает шляпу, тот… Эй! О чем думаешь, Маша? Не о чем? Слушай, я тебя давно хотела спросить, не знаешь, как там Вера? Кто вдруг вспомнил про нее? Откуда мне знать? Я в салон красоты не хожу. А чего ты не вспомнила? Не знаю. Просто вспомнила и все. Ну, вообще-то, Вера, человек хороший. Мы столько лет дружили. Ну, все меняется. Ну, да. Иди ко мне, я соскучился. Мне завтра рано вставать. Мама прилетает. А при чем здесь мама? Ну, ничего. Здравствуйте. Это я. Извините. Извините. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Светлова. Я пресс-секретарь мэра Ольховска. Я рада приветствовать вас, Станислав Евгеньевич, в нашем городе. Барышня, давайте без этого официоза. Хорошо? Хорошо. Как вы говорите, вас зовут? Юля. Юля, а почему меня встречает представитель мэрии? Разве мэр заказчик строительства? Нет. Просто Михаил Викторович печется о благе города. Похвально. Я буду знакомить вас с городом, сопровождать, оказывать всяческое содействие. Угу. Вы, наверное, хотите отдохнуть после перелета? В гостиницу? Нет. Вы знаете, я хочу познакомиться с мэром, который так радушно меня встречает. Ага. Конечно. Поехали. Привет. Как я по тебе соскучилась. Мама. Ага. С приездом. Ну, как ты съездила? Что-нибудь купила интересное? Ой, Маш, если б ты знала, как мне сейчас стали безразличные дела салона, хочется больше времени уделять девочкам. Насте сейчас нужна поддержка. Что случилось? Ничего. А ты на машине или на такси поедем? Я вызвала такси. Ну, расскажи, как там девочки? Настя все так же грустит. Ну, Настя очень тяжело переживает. Не могу заставить ее выйти погулять. Из дома. Да что с тобой? Ты в лице поменялась. Мне показалось, что только что я видела Стаса. А меня научишь свистеть? Да легко. И меня? И тебя научу. А можно нам на вот ту площадку? А сейчас мы у Насти спросим. А и по барабану. Насть, а можно девчонкам вон на ту площадку? Да, конечно. Идите. Ура! Бежим! Идем! Сидим. Ты как? Нормально. Не замерзла? Нет. Все хорошо. А голова не болит? Все хорошо. Спасибо. Мне вот никогда ничего не болит. Меня однажды отчим вот прям сюда ударил. И ничего. Даже не плакала. Ужас какой. Кошмар. Слушай, все-таки ты бледная какая-то. Я пойду, воды тебе принесу. Счастливая ты, Настя. Я? Угу. Если бы у меня была такая мама, как у тебя, я бы очень радовалась. Нет. Маша — это мои настоящие родители. Приемные. Они умерли недавно. Сначала отец погиб, потом… Потом мать умирала. А мои живы. А толку-то? Мне в интернате было лучше, чем у них. Правда? Да. Они избивали постоянно. Часто выпивали. Держи. Спасибо тебе большое. Присаживайся. Присаживайся. Угу. Девчонки! Светочка! Буду бы у нас была такая старшая сестра. Да, Влад? Да. Мне очень приятно, что прежде всего вы решили заехать ко мне. Мишка, привет. Стас. Савел Сергеевич, вам плохо? Может, творечки? Люлюсь, принеси воды. Не стой, быстрей принеси воды. К черту воду! Давай коньяк. Правильно, Мишка? Может, может, Мишка. Это я. Я. Я живой. Я живой. Давай за твоё возвращение. За встречу. Я прям, я думал, у меня глюки начались. Ну, давай рассказывай, как ты спасся? Почему ты скрывался, что жив? Да что рассказывать? Машину, в которой я ехал, взорвали. Толик, мой водитель, погиб. Помнишь его? Да, помню. А мама устроила так, чтобы Толика похоронили вместо меня, а то, что от меня осталось, вывезла за границу. Под чужим именем. Мама твоя? А как она? Недавно умерла. Царство небесное. Хороший, молодой человек. Спасибо. А что ж ты? Что ты дурын? Хоть бы знать дал о себе. Что ж ты? Объявился бы. Почему ты жил под другой фамилией? Мишка, ну ты же всё сам прекрасно знаешь. Сначала убили отца, а потом покушались на меня не один раз. Я решил больше не рисковать. Начать всё с чистого листа. За дела. Ну, теперь у тебя всё сложилось. Такой компанией руководишь. Такие финансовые потоки. Вот как раз ваш контракт подвернулся. Я и прилетел. Ну, ты знал, что этот проект курирую я. Недавно узнал. Ты извини, брат, что я так неожиданно. Просто по телефону как-то неудобно было всё рассказывать. Ты что, брат, перестань. Да перестань, я тебя прошу. Ты что, давай, давай. А мы ещё выпьем. Давай за отца твоего. Помянем. Ну, столько добра для меня сделал. Я всё помню, Штас. Я ведь, можно сказать, с самого детства у вас в доме. Как родной был. Мишка, я с дороги отдохнул бы. Всё, прости. Извини, сейчас. Юля! Сейчас. Юля! Юлечка, отвези Станислава Евгеньевича в аэропорт. Прости, брат, прости. Юлечка, извини. В гостиницу. В лучшую гостиницу. Да, Михаил Викторович, всё сделаю. Всё, молодец. Как тебе, Мишка? Мишка, ну, красавец. Да. Так, завтра твоё возвращение празднуем у меня в доме. Хорошо. Подожди, Станислав. Тут такое дело. Твоя жена, твоя бывшая жена. Мы с ним поженились. Давно. После того, как ты умер. Надо же, как интересно. Так, значит, наш Михаил Викторович реально ваш друг детства? Да. Да. Реально. А его жена Ирина — моя бывшая супруга. Да вы что? Вот эта история. Я когда была редактором журнала, за такой материал бы душу продала. Юленька, я надеюсь, вы понимаете, что эта история не для печати? Ну, обижаете. Так, я завтра за вами заеду? Не надо, я не хочу вас утомлять. Я возьму такси. Нет-нет-нет-нет. Ни в коем случае. Я как пресс-секретарь мэра буду с вами. И в горе, и в радость? Именно. До завтра. Всего хорошего. И вам. Как у Пети дела? Почему в выходной не с вами? Не знаю, как у него дела. Мы в последнее время очень мало общаемся. А почему? Что-то произошло? Я его опять с Верой видела. Ты что ревнуешь? Выброси голову, он тебя безумно любит. Они меня загонят. Ой! Двигаться полезно. До определенного возраста. До определенного возраста. Маша, а где Настюша? Чего не приехала? А они с Сашей за город поехали. Точнее, Саша ее выкрыл практически. Да. Все понятно. Ну, где вы там спрятались? Где вы там? Все-таки, как тут красиво, а? Очень красиво. Вот здесь палатку поставим, давай. Костер разожжем. Да. Ни тебе города. О, да. Ни людей. Нет, правда, безумно красиво. А ты только из-за Пети такая грустная. про Стасу, думаю. Про Стасу, думаю. Может, я с ума сошла, мам? А я ведь просто увидела похожего человека и вспомнила. Бог с ним, Машенька. Забудь. Прошлого не вернуть. А жить нужно сейчас. Да я знаю. Отнеси ему цветы на могилу. Или в церковь сходи. Петр, мне было очень приятно с вами познакомиться. Все, все. Извините, но я вас покину. Ты прекрасно выглядишь. Не льсти. Жизнь не идет, мы не молодеем. Знаешь, а я так рада, что ты остался в живых. Спасибо. Я вчера была потрясена. Мне очень жаль, что Юлией Борисовны не стало. А это мой сын, Антон. Хороший мальчик, но такой шалопай. Вбил себе в голову, что он музыкант. Какая музыка? Это несерьезно. Музыка – это прекрасно. А ты, значит, инсценировал свою смерть, уехал за границу и живешь. А ты счастлив с ней? Ты счастлив с ней? С кем? Ну, с твоей этой… молодой любовницей. Надеюсь, она теперь твоя жена? Она ничего не знала, как и все. Я надеюсь, что она счастлива. Надо же. Стас, пойдем. Идем, идем. Ну, как тебе? Вообще, эта банька у меня там, флигелек для прислуги. Ну, вот так я скромно живу. Мишка, у тебя замечательный дом. Да ладно. Думаю, по сравнению с твоим дворцом, мой дом – халупа. Такими деньгами воротишь. Мишка, у меня съемное жилье. Одному много не надо. Ну, ладно. До сих пор не жалею. Да как-то не до того было. А сейчас уже поздно. Я тебя чего позвал. Смотри. Видишь, вон мужичок. Это наш Илья Васильевич. Это он развлекательный центр собирается строить. Мишка, только я тебя умоляю, не надо меня с ним знакомить. Хорошо? Я же уже не мальчик. Фиктивный владелец. Правильно? Стас. Ну, Иринина фирма. Я вообще-то мэр. Лицо государственное. Да я понимаю. Мне все равно, правда. Мне главное, чтобы документы были в порядке. Чтобы комар носа не подточил. Ты меня что, обидеть хочешь, что ли? Ты же меня знаешь. Пусть друзья. Да. Застройку снесут старой. Все будет нормально. Пойдем. Там у меня пантера. Пойдем покажем. Пойдем. Слушай, давно ты его знаешь? Я знаю его жену. Страна. Я всегда думаю, что это еще тот жук. Ничего. Веселый-то. Жучара с не смешными шутками. Ты потише, потише. Ну, правда. Расскажите, без него никудышный. И дышится легко. И любится свободно, да, Пить? Ты со мной домой? Ну, чего ты? Провожу. Немного. Да ты пьяная уже. Любишь меня? Любишь меня? Очень. Очень люблю. Боюсь. Почему так грустно? Боюсь. Боюсь, что потеряю. Как маму с папой. Я всегда буду рядом. Всегда. А как думаешь, для свадьбы новый костюм надо покупать? Или мой старый для презентации подойдет? Саша. Угу. Подожди. Я не поняла. Ты мне сейчас делаешь предложение? Так. Держи. Ты будешь моей женой? Ты серьезно? Ну, да. Ну, так? Конечно. Привет. Привет. Ты чего на кухне работаешь? Девчонки спят? Девчонки у мамы. Она соскучилась, оставила их у себя. Хорошо. Мы вдвоем. Где ты был? Я тебе звонила. Все понятно. На приеме пришлось пойти. Заказчик оставил. А это в Преграде. Вот только приехал. Но, клянусь, не пил. Ну, так иди спать. Я еще долго буду сидеть, мне нужно закончить работу. Маша. А что между нами происходит? Не знаю. Может, ты мне расскажешь, что между нами происходит? А что я могу сказать? У меня новый проект. Я им очень занят. Ну, прекрасно. Значит, все хорошо. Я не могу сейчас говорить. Я тебе перезвоню. Ты приставил к нему Юлю? Да. Я подумала, мне кажется, что она не в его вкусе. Там все нормально. Что он тебе говорил? То же самое, что и тебе. Я вообще не понимаю, каким образом, как это возможно, чтобы он здесь оказался? Да хрен его знает! Из могилы восстал! Конечно! Какого черта ты связался с этой конторой? Думать надо было! А кто знал? А кто знал? Не знаю. Остально. Все хорошо. Играみ. Не знаю. Уверя. 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 Он пошел лавей. Уверя. Субтитры делал DimaTorzok Маша, это я. Я живой. Маша, 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 Маша! Маша, это я. Я живой. Маша, 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 Маша! 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 И тут же. Ты как, согрелась немного? Я смотрю, плечико выстояла. Да, у тебя просто очень хороший свитер, очень теплый. Это мама связала. Да. Вы очень здорово вяжете, Валентина Андреевна. Да. Обычно. Обычно я вяжу, Настенька. А ты? Руками что-то делать умеешь? Ну, зачем? В принципе, сейчас все можно купить, только если любишь, конечно же, чем-то заниматься. А Настя врачом будет, представляешь? Интересно, каким? Хотя сейчас же за деньги можно любой диплом купить. Правда? Мам, ну что ты такая сурди-то сегодня? Ты у нас лучше малиной угощаешься. Я просто не понимаю, чего вас туда понесло. Вот, Саша, тебе завтра на работу нужно? Да, мам, мне завтра нужно на работу. Это вот Настя может позволить себе простудиться, прохлаждаться, потому что мама у нее директор фирмы, а тебе, Саша, завтра нужно на работу. Мам, пожалуйста. Ну, давай без нотации, хотя бы сегодня. Пожалуйста. Тем более, что мы с Настей хотим сообщить тебе новость. Мы собираемся пожениться. Мы собираемся пожениться. А она что, беременна, что ли? Нет, мам, Настя не беременна. Тогда зачем? Я спрашиваю, жениться? Зачем? Может быть, за тем, что мы любим друг друга? До свидания. До свидания, Настенька. Мам, ну как так можно, а? Настя, подожди! Да подожди, ты слышишь? Ну, подожди. Мне домой пора. Не сердись на нее. Она просто ревнует. Это пройдет. Я ей не понравилась. Да нет, это не так. Ну, в смысле, не в этом дело. Просто, когда папа ушел, мы с мамой остались совсем одни. Она тяжело переживала этот уход. И она очень много для меня сделала. Скажи, вот, а я здесь, вот в этом всем, вот как ей виновата? Зачем она так со мной? Да не виновата. Просто, просто она с тех пор никому не доверяет. Не волнуйся, она примет тебя, вот увидишь. Ну, че? Ну, понимаешь, просто Маша ведь меня приютила, как котенка. А у нее сама и все. Ой, как непонятно. У нее Петр. Нет, он очень-очень хороший человек. Ну, и видно, что он старается, но я ему все равно чужая. И я девочкам чужая. И вот это все очень сильно чувствуется. Да, я их понимаю. Нет, ну тебя я тоже понимаю. Ну и Катю сладкой. Ты не представляешь, как мне было тяжело, когда у отца появился другой сын. Я перестал отвечать на его звонки и вообще с ним общаться. Ты всегда все можешь изменить? Не всегда. Он умер. Прости, пожалуйста. Я не знала. Ты мне это не рассказывал. Ничего. Просто стараюсь не вспоминать об этом, но мама в последнее время все время говорит, что я с возрастом все больше и больше на него похожа. Ну, ты хоть знаешь, на кого ты похожа. Я вот не знаю, на кого я похожа. У меня даже фотографии нет биологического отца. Кстати, у Маши, наверное, есть. Надо будет спросить. Ты ее все еще Машей называешь? По имени? Пойдем сдаваться. Так, что за сдаваться? Мы идем объявлять о нашей свадьбе, а не сдаваться. Не вешать нос. Мы скоро будем жить только вдвоем. Идем. Да, к строительству нужно будет приступать быстро. Согласованные графики я уже выслал. Как? Договорились. Изучай. Все. Я на связи. Фух! Вот так. Элеонора Николаевна. Если я все правильно поняла, то мой зять, кажется, получил шикарный заказ. Шикарный. Это еще мягко сказано. Ну что, дети, кто поедет летом в Париж, в Диснейленд, а? Так. Детский сект. Так, вперед. Ах ты моя взрослая. А технический музей в Вене подойдет? Да. Отлично. И на это я согласен. Сюда. И я хочу. А может мне потом будет сфоткаться с Мини? С Мини? Да конечно. И с Мини, и с Человеком-пауком. И кто у них там еще водится? Ну а кто? Маш, привет. Мам. Мама. А вот и мама. Привет. А мы как раз ужином собираемся. Не буду. Голова болит. Ой, у меня есть хорошая спичка. Маш. Что-то случилось? Ничего. У меня дико раскалывается голова. Тогда почему ты отказалась от таблетки? Маш, я же вижу ты расстроена. Я все из-за Насти. Ты видишь, я стараюсь, я пытаюсь. Маш, я готов на… Это не из-за Насти. А из-за кого ты это? Скажи мне, что я могу сделать, Маш? Как я могу помочь тебе? Оставь меня, пожалуйста, одну. Возможно, я не должна об этом говорить, но мне кажется, я знаю, в чем тут дело. Да? И весь внимание. Маша тебя ревнует, Петр. Меня? К кому? Добрый вечер. Здравствуйте. Ой, наши туристы, приехали. Так, а у нас для вас есть одно сообщение. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Так, интересно. Мы решили пожениться. Молодцы. Поздравляю. Спасибо. Такая радость, боже мой, девочка моя, Настенька. Это нужно открыть. Так, ладно. Мама. Извини меня. Мне нужно было выйти и вас с Сашей поздравить, как-то поприсутствовать. Я все слышала, я вчера расслабилась. День вообще сегодня какой-то такой дурацкий. Сначала дождь пошел, потом… Это история с Сашиной мамой. Что случилось? Да. Не важно. Я счастлива. Да. Правда, жалко, что родители не дожили. Они рады за тебя. Я уверена. Спасибо, что хоть ты радуешься за меня. Поддерживаешь. Знаешь, ты была права, когда сказала, что нужно идти вперед. Не сдаваться. Ты ведь не сдалась, когда потеряла моего отца. Нет, я сдалась. Иначе не бросила бы тебя. Ты была совсем одна. Знаешь… Я все время думаю об этом. Скажи, а… Может, у тебя остались какие-то… Его фотографии? Нет. Фотографий нет. Да, Мишка. Чего не сбиться? Да, Мишка. Нет. А вот решил уточнить, ждать ли тебе завтра в мэрии? Нет. Завтра я не смогу, завтра у меня есть дела. Ясно. Ну, давай. Ну, я же не прошу вас предоставить мне Машину досье. Правда? Просто хотя бы скажите ее нынешнюю фамилию. Молодой человек, ну я вам сто раз уже сказала. Существует конфиденциальность информации. Вы просто отнимаете мне время. Хорошо. Мне про Машу вы рассказывать не хотите, но… Ей-то про меня вы рассказать можете, правильно? Я прошу прощения. Гнездия Павловна, у меня срочное дело. Да, она, конечно. Тем более, что молодой человек уже уходит. Пожалуйста. Скажите Маше, что я ее ищу. Вот здесь мой местный номер. Всего хорошего. До свидания. Извините. Гнездия Павловна, пожарные не подписали акт. Так. А с вами перенем станции. Ну, так эти и завтра приедут. Еще эти застройщики… А вам не кажется, что это как-то взаимосвязано? Знаешь, мне кажется, что мы попали в темную полосу. Ладно. Иди. Как-то будет. Да. Спасибо вам, Юленька, за то, что вы меня вытянули. А то сидел бы я сейчас в гостинице, как сыч. Я очень люблю гулять. А особенно показывать город приезжим. Тогда я и сама чувствую себя туристкой. Да, теперь я здесь турист. Все очень изменилось, да? По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайтесь в прежние места. Это Шпаликов. Геннадий. Вы знаете поэзию? Я все-таки какой-никакой журналист. Почти писатель. Это так, как в черно-белом кино. Вообще-то, когда я родился, кино уже давным-давно было цветным. Я совсем не это имела в виду. Да ладно. Годы красят мужчину. Слушайте, что мы как студенты мерзнем? Дождь начинается. Давайте найдем какое-нибудь симпатичное местечко. Как мадемуазель на это смотрит? Мадемуазель смотрит на это с удовольствием. Правда? Да. Пойдемте, месье. Прошу вас. Я же мечтала на базе интерната открыть реабилитационный центр. А теперь что? Теперь у меня на пенсию. А детей по разным детдомам. Надо было сразу мне говорить. Да я надеялась, что я как-то сама… Я не думала, что так серьезно. Ты понимаешь, вот вы не положим землю под строительство. Постоянные проверки, придирки. Давайте так. Я попробую помочь как юрист. Посоветуюсь с дедом. У него наверняка какие-то связи остались. Да уж, конечно. Твой дед всегда умел находить нужных людей. Мам, Галь. Мам, Галь! Как же я соскучилась. Светочка! Ух ты какая! Прям бизнес-леди! Скажите такое. Я пока еще так. Помощник секретаря. Она умница. Старается. Я бы на следующий год подумала о поступлении в юридический. Вот, видишь. Ой, Машенька, спасибо тебе, что ты беспокоишься о наших выпускниках. А как там Коля? У вас, по-моему, любовь была? Коля? Да. Да ну, он же мне как брат. Нормально все у него. Курсант сейчас. Ты скажи, пусть пришлет фотографию, я повешу на стенде. Хорошо. Мам, Галь. Я там девчонкам кое-что купила. Косметику, сладости. Заехать некогда. Возьмете? Конечно. Спасибо. Хорошая девчонка. Так. Правда. Я всегда говорила, из костюм будет толк. Ой, совсем забыла. Тут тебя человек один разыскивает. Станислав. Я пошла. Все в порядке? Да, нормально. Ну, я пошла. Пока. Пока. Рассказывайте. Это же Мишка попросил за мной присмотреть. Да, узнаю старого друга. Все должно быть под контролем. Ну, хотя его можно понять. За главным инвестором нужен глаз да глаз. Да? Ну, я здесь не поэтому. Мне просто с вами интересно. Скажите, а не скучно бывшему журналисту просиживать юбку в мэрии? Ну, во-первых, угадали. Скучно. А во-вторых, бывших журналистов ведь не бывает. Ну, только я не могу вернуться в профессию. Там был такой скандал. Даже вспоминать не хочется. У каждого человека есть вещи, про которые не хочется вспоминать. И у вас? Иначе я вернулся бы в родной город намного раньше. Слушай, вы меня поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь, но мне кажется, что каждый журналист немножко детектив. Да, еще какой. Знали бы вы, чего мне стоило достать личный телефон Шевковского? Угу. В таком случае, как мадемуазель относится к тому, чтобы освежить свои профессиональные навыки? Мадемуазель, вся во внимании. Есть одна женщина. Она живет здесь, в этом городе. Но я знаю только ее имя и девичью фамилию. Это ваша старая любовь? Понимаешь, там все как-то мутно. Это фирма, которой будет принадлежать развлекательный центр. Она вроде бы небольшая, но у них как-то уж больно все схвачено в Ольховске. Ну, я попробую выяснить. Хотя все мои связи давно на пенсии, но кое-кто есть. И Жукову отправят на пенсию. Шукову. А уж. Интересная, резкая дама. Не представляю ее на пенсии. Ну, она меня воспитала. И не только меня. Она хоть и резкая, но честная и справедливая. Поэтому я ей переживаю и прошу за нее. Если б можно было изменить прошлое. А, прошлое в прошлом. Надо жить сейчас, настоящим. Вот. Вот и действуй, Маша. Действуй. Действуй. Алло. Прости, я разбудила. Маша? Мы можем встретиться? Хочу поговорить. Конечно, может, на нашем месте. Да, хорошо. На нашем месте. Угу. Зачем ты меня искал? Маша. Хотел убедиться, что у тебя все хорошо. У меня все хорошо. Ты счастлива? Да. Счастлива. Не хочу, чтоб мы встречались. Хорошо, я понял. Угу. Хочу. Почему? Нашей старухе из детского дома появился профессиональный юрист. Угадай, кто это? И кто же это? Жена нашего Исаева. Я не понимаю, она что? Хочет мужу насолить? Ну, может они хотят развестись, и она решила ему нагадить. Точно. Гадина. Ты посмотри. Не запугать её, не подкупить. Нет. Не бывает таких людей. Бывает или мало денег, или аргументов. Солнышко. Ну, послушай, Петя уже давно перерос этот брак. По себе боится, признаться. Ну, там, дети, знаешь, так. Открой ей глаза. Потолкни её. Напиши СМС с чужого номера. Что, неплохая идея? Спасибо. Это отличная идея. Ира, это отличная идея. Ну, а тем более, что у них брак уже давно трещит по швам. Особенно с тех пор, как нашлась эта дьявуля. Ну, дочка Маши, которую она там бросила. Что? Ну, девица эта, которая связалась с бандитами. Её там чуть ещё не ухокошили. Сейчас он в суд будет. Я на тебе Петя рассказала? Нет, я, ну, наблюдаю за ними, там, знаешь, чтоб в курсе событий быть. Интересная история. А можно я на этом суде вообще появляться не буду, а? Не волнуйся, тебе ничего не угрожает. Тем более, я буду рядом. Я не волнуюсь. Я просто очень не хочу видеть этого Сергея. Вообще хочется забыть всю эту историю. Послушай, он будет под конвоем, а потом его посадят. Причём надолго, это я тебе как юрид гарантирую. Ты мне лучше скажи, ты по поводу свадьбы думал? Когда? Ну, может, в сентябре? Ну да, а потом мы махнём в свадебное путешествие. Угу. 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 Да, мам. Что? Да, я понял. Еду. Извини. Всё в порядке? Да, мама по телефону не сказала. Она должен ехать. О. Миша, я тут одну такую интересную новость узнала. Оказывается, у этой Маши есть дочь. Да нет, я знаю, что у них с Исаевым две дочери. Я тебе говорю про первую, небрачную. Вот то-то же. Так вот, она в каких-то криминальных делах замешана, на днях будет суд. Так. А я говорила, что на чужом несчастье счастья не построишь. Мам, эта женщина умерла. Эта женщина сначала увела отца и семьи, а потом угробила его. Ну, всё-всё, хватит. Давай я тебе воды принесу. Не надо мне никакой воды. Всё нормально. В общем, они позвонили, сказали, что она умерла и просили связаться с ними. Странно. А ты тут при чём? Так они тебя просили позвонить. Вот телефон. Да, это Александр Коваль, вы про… Я знаю, но… Хорошо. Да, хорошо, я приеду. Я же сказал. Ну? Попросили приехать какие-то бумажки подписать. Ну и какая вам будет польза от этого дурачка Каноненко? У него личная неприязнь к семейству Исаевых. И это лучший мотив, если с кем-то из упрямых случится несчастье. У тебя есть предложение? Ну, у него ж там была лавстория. С этой дочкой Исаевой. И что? Он её, считай, сам заказал. Такое не прощают. Женщины существа непредсказуемы. А они не такое прощают. Короче, можно попробовать его посунуть поближе к этому семейству. Если план выгорит, будем в курсе всех их дел. Да? Ну, а если не выгорит, несчастный случай, ведь никто ещё не отменял. Да, Миша, и готовь бабло. Я, конечно, великий адвокат. Но эти аргументы посильнее моей риторики. Иди работай. Я надеюсь, эта работа будет успешной. Мария Сергеевна, канал «Наше время» заинтересовался. Готова выслать съёмочную группу. Ну, это прекрасно. А мне звонили из опеки, сказали, что наш интернат на очень хорошем счету. Поэтому снести его будет не так просто. Вот мам Галя обрадуется. Ты позвони ей, предупреди насчёт телевидения. Ну, так не обнадёживай, просто предупреди. Извини. Ой, это ж такая шумиха начнётся. И пусть только попробует на наш интернат пасть разъянуть. Мария Сергеевна? Мария Сергеевна, что с вами? Что ты сказала? Пасть разъянуть? Мы же с тобой договаривались. В твоём лексиконе не должно быть таких слов. Ты будущий юрист. Хорошо. Иди. Иди. Настя, поешь что-нибудь. Что-то совсем кусок в горло не лезет. Саша ещё уехал. Обещал быть рядом. Я буду рядом. Саша уехал в другой город по личному делу. Пап, а ты тоже лезешь в суд? А можно мне с вами? Что? А, нет. У меня важная встреча. Заказчик. Ну всё. Всё самое интересное без меня. Суд? Это скукотища. Я тебе лучше новую игру с русалочкой покажу. Сейчас у бабушки спрошу, может она свободна. Алло, мам, привет. А, ты к нам уже едешь? Ой, ну замечательно. Да, хорошо, ждём. Сейчас приедет бабушка, вы одеваетесь и едете на скалодром. Ура! Стоять! Так, я на улице подожду. Что-то мне совсем не хорошо. Утро юриста. Мать сопровождает в суд дочь, замешанную в криминальном деле. А тебя это забавляет, смотрю. Да я пошутил. Что ты? Ну правда, просто хотел разрядить обстановку. Ну, начальник. Ну, мне пора. Слышь, сигаретка есть? А не рано тебе сигаретка? Ну, тебе, по ходу, поздно. Вот, это документы на Кирилла Повале. Вы уж извините, что заставили вас проделать такой путь. Но правило есть правило. Вот. Пожалуйста, подпишите. Что это? Отказ от опеки. Вы ведь единственный родственник. Обычно мы уговариваем родных взять сироту. Но вам-то, молодому, это зачем? Это все? Да. Ира! До свидания. Ира! Веди Коваля! До свидания. До свидания. Коваль, идем. Если кто-то считает, что я хочу обелить сидящего на скамье подсудимых, пускай первый бросит в меня камень. Я хочу правды. Я хочу правды и справедливости. А без непредвзятой оценки произошедшего это, согласитесь, невозможно. Давайте ближе к сути, господин адвокат. Разумеется. Ваша честь. А суть состоит в том, что Сергей Валерьевич Кононенко действительно заказал Анастасию Голубенко. Но! У суда нет никаких оснований классифицировать дело, как попытку убийства. Речь идет об ограблении только. И если бы моим клиентом руководила только лишь жажда наживы, я бы сам его взял за руку и посадил в камеру. Но нет. Сергея запугали. Ему угрожали. Его шантажировали. Он был совершенно дезориентирован. Так что, господа, перед вами не преступник, перед вами потерпевший. Маша, я ничего не понимаю. Он говорит так, как будто его сейчас отпустят. Не переживай, все это адвокатская болта, у меня все будет нормально. У вас все? Да, Ваша честь. Уповаю на вашу мудрость. Суд удаляется на совещание. Прошу всех встать. Перерыв 15 минут. Прошу к нашему импровизированному столу. На рынке полно проектов в среднем и нижнем ценовом сегменте, запахом попкорна и дешевыми интерьерами. А мы-то предлагаем торгово-развлекательный центр нового формата. Угу. В ВИП кинотеатр? Народ его обычно это перестал ходить? Нет-нет, дело не совсем в позиционировании. В принципе, это типовой проект, в который мы принесли некую специфику. Например, дополнили свободные зоны тематическими лонж-барами. Угу. Бары — это хорошо. Суткнись. Кстати, арендаторы очень живо на это откликнулись. Ну, я думаю, что арендаторам придется немного подождать. Я вижу, у вас очень интересное решение экстерьера. А, я бы сказал, не только интересное, но и несколько провокационное. И это будет фишкой всего этого комплекса. Если я что-нибудь понимаю в архитектуре, то это может стать фишкой всего города. Да-да-да. Это изменит облик нашего района. Там сейчас сплошные развалины. Вопрос, значит, уже решен? Практически на сто процентов. Я, честно говоря, вообще не ожидал. Я думал, это все так, разговоры, а тут условно освободить в зале суда. Ну, ты же понимаешь, что теперь с тобой доложок? Да-да-да, конечно, я вообще для вас все что угодно. Не для меня. Есть люди, которым могут понадобиться услуги такого смелого парня, как ты. Да. С тобой свяжутся. Пока наслаждайся свободой. Я ничего не понимаю. Его насовсем упустили? Я займусь этим делом. По-моему, неплохой проект. Да. Да, мне еще надо уладить некоторые формальности. Поэтому, позвольте мне откланяться. Не смеем вас задерживать, господин мэр. Всего доброго. Счастливо. Очень рад, что вам понравился проект. Да. К сожалению, не получилось все рассказать. Про парковки, например, у нас есть такая идея. Многоуровневая терраса с зеленой звукоизоляцией. Да, я где-то уже встречал подобное решение. В Шанхае. В Гонконге. Очень интересное решение. Да, действительно. Как вы смотрите на то, чтобы продолжить наше общение в более неформальной установке? А что? Все материалы у меня с собой. Прошу. Я, конечно, не спец юриспруденции. Но, по-моему, его освобождение кто-то проплатил. Поэтому я и готовлю документы на апелляцию. Я просто так-то не оставлю. Фух. Еле вложила. Бедные девочки так встревоженные из-за этого суда. Спасибо. А как Настя? Заснула почти сразу. Я еще Саше не могу дозвониться. Прям беспокоюсь. Бедный ребенок. Я тут начал узнавать насчет интерната. Мне все так просто. Извини, если быстро не узнаю. Да ничего страшного. Все равно спасибо. А вы не против, если Настя сегодня останется у вас? О чем разговор? Конечно. Бедная девочка так намаялась. Пусть отдыхает. Спасибо. Сейчас кофе выпью и домой. Еще куча дел. Мам, привет. Здравствуйте. Так, Кирюха. Шуруй. Руки мыть. Вон, дверь слева. И будем ужинать. Он поживет пока в моей комнате. Зачем ты его сюда привел? Это мой брат. У него никого кроме меня нет. Он будет жить с нами. П uh, да. Мы не скажем так вот дня. Ты оченьшит. Субтитры создавал DimaTorzok Саша, Саша, почему ты не берешь трубку весь день? Настя, извини, я сейчас очень занят, я правда не могу говорить, я тебе потом перезвоню, хорошо? Подожди, ну я же переживаю! Ты чего сидишь? Иди отдыхай. Сегодня был тяжелый день. Она меня выгонит. Нет, не выгонит. Привыкнет к тебе, вот увидишь. Почему ты папе никогда не звонил и не приезжал? Честно? Ага. Поначалу к тебе ревновал, а потом смелости не хватало. Все думал, успею и не успел. Ну, ты давай, Шуруля, мне тоже отдыхать надо. Ну, как говорится, за успех нашего предприятия. За успех. Так, для меня очень важен этот проект, очень важен. Как и для меня? Все, договорились. Знаешь, может, и не стоит об этом говорить, но, в общем, у меня был непростой период. М-м-м, да. Ага. И этот заказ, буквально спасение. Так что я сделаю все, чтобы ты не пожалел о своем решении доверить этот проект мне. Не сомневаюсь. Тем более, когда у мужчины за спиной такая поддержка, я сейчас имею в виду жену, он готов свернуть горы. Ты что, знаком с моей женой? Ну, мы же виделись с ней у Мишки на вечеринке, такая роковая красотка, да? Вера, кажется, а? А, нет, это не она, нет. Это моя хорошая знакомая. Она мне помогла с этим заказом, кстати. Да что же. Перестань. Ну, ладно, ладно. Моя жена совсем другая. Да? Маша. Маша у меня просто чудо. Вот за кого нужно выпить, так это за нее. Если б не она… Слушай, а поехали к нам. Я тебя с Машей познакомлю. Не-не-не. Давай, серьезно. Да поехали. Да нет, неудобно. Ну, ты что, ну, только познакомились ни с того ни с того… Нет, все. 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 Послушай меня. Послушай меня. Хорошо. Да. Знакомство с крупным инвестором. Ты это за честь. Да. Все. Да? Да. Да. В следующий раз. Можно повторить? Ну, у нас уже налит. Не-не-не, ну, с другой разуваться наша, там не придет. Заходи, не бойся, она не спит, я тебе говорю. Маша любит гостей и все. А вот и она. А вот и Машечка наша. Маша наша. Машуленька моя родненькая. Эй, смотри, кто к нам пришел. Познакомься. Это… Это Мария. Маша моя. Моя лучшая женщина и жена во всем мире. Я не устану повторять каждый божий день. И повторяю это с тех пор, как мы познакомились. Ну, вино пьем. Маша. Да, и… А это Стас. Станислав Евгеньевич, инвестор. Люби, жалуй. Маша, а есть топор? Что вы стоите как-то? Садитесь. Стас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Друзья, предлагаю поднять тот за нашего гостя. И за твою семью, Стас. Спасибо, но… У меня нет семьи. Как так? Плохо. Хотя… А я понимаю. Почему? Потому что вы в своей Европе на инквизиторских кострах всех своих красавиц подшигали. Да? Одни у нас остались красавицы. Вот так. Слушай, ну… Чего-то так знает. Может, ты тут найдешь свою шудьбу. Понимаешь? Может. Ну, правда, Маша? Ага. А давай его с кем-нибудь познакомим. Давай. С Верой давай. Ты опять за свою. Ну, что ты заладила с этой Верой, а? Ну, сколько можно, Маша? Вера, Вера, что он тебе покоя не дает, а? Да. Вы… Простите меня. Я, наверное, пойду. В смысле? Ну… Стас… Ну, спасибо, спасибо. Подожди. Пётр, спасибо большое. Что не так? Стас… Ну, я, во-первых, видимо, все-таки не кстати. Во-вторых, уже поздно, уже поздно. Стас, ну… У вас замечательный дом. Вас очень уютно. Маша Валерьевич, Стас… Спасибо огромное за прием. Пойду, пойду. Ну, куда ты пойдешь на ночь? Глядя, Стас, подожди. Ну, дом большой, спи где хочешь. Места много. Оставайся, я отвезу тебя завтра, Стас. Нет-нет-нет, Петь, честное слово, мне надо завтра рано вставать. Черт, как неловко получилось. Я… Ну, в чем дело, Маша? Ну, какая муха тебя укусила? Ну, ладно, я понимаю, между нами уже происходит в последнее время что-то не то. Но это посторонний человек. Это же инвестор, проект, который я строить буду. Ни радушия никакого недовольства. Что ты молчишь? Ну, что ты молчишь, Маша? Чего ты разворался? Станислав. Юля. А что вы здесь делаете так поздно? Я вам звонила, но у вас был отключен телефон. Да? Угу. Да. Разрядился. Напряженный был день. У вас что-то срочно или, может, до завтра подождать? Я просто хотела как можно скорее рассказать вам о той женщине, что вы просили узнать. Марии Староженко. Я ее нашла. Она юрист. Да. Ее муж хозяин строительной фирмы. Вам не интересно? Нет. Просто я уже все это знаю. Я ее сам нашел. А вы с ней виделись? Разговаривали? Юлечка, это личное. Давайте не будем об этом. Да, конечно. Извините. Тогда до свидания. Юля. Юля. Давайте, может, прогуляемся. Подышим свежим воздухом. Если вас, конечно, никто не ждет. Никто не ждет. Давайте подышим. А что у вас за проект с этим Станиславом? Угу. Очень выгодный проект. Очень. Откажись. В смысле? Ну, пожалуйста, откажись. Ты что? Маша, я не могу. Ты что? А если я тебя очень попрошу не сотрудничать с этим человеком? Я ничего не понимаю. Слушай, Маша, ты никогда не вешивалась в мою работу. Я буду тебе очень благодарен, если ты не будешь что-то делать и впредь. Я тебя очень прошу. А если я попрошу тебя отказаться от выгодного клиента? Лишь только потому, что он мне не нравится? Что ты мне на это ответишь? Я не знаю, чтоб я ответила. Я тебя сейчас прошу, откажись. Я в последнее время просто вообще перестаю тебя понимать. Ну, правда. А ты? А ты в последнее время немного врешь. Интересно. И в чем это я вру? Ты с Верой встречался? С Верой? Ну, встречался пару раз. Ну, сугубо деловая встреча. А что? Ничего. Спокойной ночи. Интересно, а кем вы мечтали стать в детстве? Когда вырастете? В детстве? Да я уже и не помню. Наверное, как все пацаны тогда. Летчиком-космонавтом. Ну, вообще, вы знаете, мне иногда кажется, что я до сих пор не знаю, кем я стану, когда вырасту. А вы? Кем вы мечтали стать? Не поверите. Милиционером. О! Неожиданный выбор для такой хрупкой девушки. И что же вам помешало? Просто я думала, что буду ловить преступников, мне выдадут пистолет, и я стану грозой бандитов. Даже пошло ближайшее дело страиваться на работу. Да вы что? И что? Оказалось, никакого пистолета, никаких погонь, сплошная писанина и канцелярия. Эх. Ну, получается, что в журналистике вы воплотили свою мечту о расследованиях? Да. Но со временем мне стали интересны не интриги, а люди. Вот мы и пришли. Это мой дом. Спасибо вам за прекрасный вечер. Это вам спасибо, Юленька. Спасибо вам огромное за эту прекрасную прогулку, за то, что я могу так просто и душевно разговаривать. Станислав, я, наверное, должна вам кое-что рассказать. Я весь внимание. Нет, извините, все-таки не сегодня. До свидания. Спокойной ночи. Я не могу поверить, что он жив. Подозрительно все это. Опасная ситуация. Не знаю. Не честно будет, если я не скажу Стасу, что у него есть дочь. А Насте, что отец жив и он здесь. Ну, как не сказать. А как я ему скажу, что я ее бросила? Не надо никому ничего рассказывать. У него нет никого родных. Так тебе его жалко? Неужели ты к нему испытываешь еще чувства? Не знаю. А как Настя? Говорит об отце? Ну, конечно, говорит. Спрашивает все время. Я тоже в свое время интересовалась, кто мой отец, где он, похожа ли я на него. Похожа. Если б ты знала, как вы похожи. Особенный характер. А где он, я не знаю. Да и странно мне было бы его разыскивать. Ведь это я его бросила. А ты действительно хочешь о нем узнать? Об отце? А что за отец? Какой отец? Да это долгая история. Ну, я в принципе не тороплюсь. Мы говорили об отце твоей мамы, твоем дедушке. Ух ты. И где он? Не знаю. Ну, не удивили. Ну, Настюш, а как там Саша? Он звонил? У него какие-то дела? Он тебе рассказывал? Не знаю. А как свадьба? Заявление уже подали? Нет. Маша, ну а ты что теперь будешь делать со Стасом? Я обязательно поговорю с ним. Потом. Садись давай. Давай. Я тебе еще раз повторяю. Я с этим волчонком под одной крышей жить не собираюсь. Ну, не кричи ты. Ну, проснется же. Я тебе уже говорил. Я принял решение, он будет жить с нами. Если тебе это не нравится, мы, конечно, можем съехать на квартиру. Какая квартира? Ну, все. Тише, тише. Садись. Если он не хочет, чтобы мы съезжали, ну, будь с ним помягче. Помягче. Ты видел, как он на меня вчера смотрел? Это ж зверье какое-то, а не ребенок. Мам. Я не зверье. Почему вы так со мной обращаетесь? Так, Кирилл, а что ты руки грязные, не умывался? Бегом, давай. Умывайся и возвращайся, будем завтракать. Давай, давай, давай. Бегом, бегом, бегом. Я на работу опаздываю. Мам. Вот именно из-за него твоя Настя тебя и бросит. Слушай, как раз таки Настя меня поймет. Поймет она. Твоя Настя избалованная, непростая девушка. Сначала ей приемные родители во всем потакали, теперь родная мать носится с ней. Ты же сам говорил. Это не так. Настя многое пережила и в связи с этим, как раз. Ну, именно. Она многое пережила. Зачем же ей еще переживать? Ты что, не понимаешь, что это, это ответственность? Это обязательство? Нет. И в конечном счете тебе придется выбирать или он, или она? Мы с Настей взрослые люди. И обо всем сможем договориться. За тебя просили одни очень влиятельные люди. Ты им нужен. И вот если они захотят, ты на нарах окажешься по щелчку пальцев. Ты понял? Понял, понял. А зачем я понадобился этим влиятельным людям? Твоя задача – помириться с Настей. Чего? Я… Она ненавидит меня и… Постарайся. Хорошо, постарайся. Не просто помириться, а внедриться в их новую семью. Какую семью? Я даже не знаю, где она живет. Зачем? Вот адрес и номер телефона. Вот это мой номер. Будешь каждый день звонить мне. Будешь отчитываться. Понял? И запомни, этот отчет для тебя поважнее будет твоего обязательного отмечания в органах. Давай, садись на велик и чеши отсюда. Знаете, наверное, надо было сразу вам все рассказать. Дело в том, что Михаил Викторович действительно попросил меня за вами, так сказать… Следить. Присматривать. Мне это сразу не понравилось. Я вообще давно поняла, что он мутный тип. Зря я пошла к нему работать. Поэтому я решила уволиться. Можно глупый вопрос? А мы с вами будем общаться после того, как я уволюсь? А можно мне… тоже глупый вопрос? Что, если я попрошу вас, пока не увольнятся? Я хочу попросить вас, чтобы вы проследили за Мишкой. И, пользуясь своими старыми журналистскими связями, порылись в его прошлом. Вы ведь лучше знаете о его прошлом. Вы же друзья детства. Да. Да, конечно. Но… В нашей с ним дружбе очень много… Белых пятен. Меня интересует период, когда меня не было в стране. Я уверен, что у нас все получится. У санэпидемстанции, пожарных и всех остальных претензий нет. А управление образованием вообще в восторге от новаторств Жуковой. Я, честно говоря, не понимаю, зачем нам в это ввязываться. Наше дело – развод, наследство, а тут какой-то интернат. Вообще неизвестно, кто стоит за этой фирмой. Так можно и вляпаться. А я разве прошу тебя этим заниматься, Макс? Так, значит, я свободен? Прекрасно. У меня завал с делами. Это некоторые могут личной жизнью заниматься. Да. Но в одном он прав. Нам надо выяснить, кто за этим стоит. Чей там интерес, чьи там деньги. Как только это поймем, будем знать, что делать дальше. Ну, так как мы действуем? Ну, сейчас подъеду к твоей Жуковой, попытаюсь выяснить, кто именно приходил к ней с предложением. Ну, а там видно будет. Хорошо. Я провожу тебя. Света, извините, можно вас на минуту? Да. Да. Мне с вами кое-чем посоветоваться надо. Да, конечно. В общем, даже не знаю, с чего начать. Ну, начните с главного. Да. Угу. Да. Я… Я забрал своего брата по отцу к себе. А наш отец и его мама. В общем, их уже нет. А его чуть не определили в интернат. И хотел попросить вас о помощи. Ему сейчас непросто и с ним надо об этом поговорить. А как это сделать лучше, чтобы не навредить, я не знаю. Вы же в интернате выросли. Может быть, у вас лучше получится. Вы такой молодец. А вы Маше об этом говорили? Пока нет. А почему? Разве она не такая же детдомовская? Света, я пока только вам решился сказать. Даже Настя ничего не говорила. Не знаю, как она отреагирует. Хорошо. Я подумаю, как вам можно помочь. Спасибо. Хорошего дня. Взаимно. Скажи, пожалуйста, у тебя все хорошо? Ты как-то очень странно себя ведешь. Да нет. Все хорошо. Да? А почему ты тогда не был на суде? Ты наверняка не знаешь, что Сергея выпустили. Выпустили. Прямо в зале суда. Подожди. Что значит выпустили? Как? Ну, вот так. Нет, Настя… Никто не ожидал этого. Все были в шоке. Я был уверен, что его посадят. Все были уверены. Ты не переживай, хорошо? Я тебя уверяю, все будет нормально. Ты так же в прошлый раз говорил. Ты понимаешь это? И пропал. То есть ты так неожиданно пропадаешь, до тебя не дозвониться никак. Как? Ну, просто понимаешь, я очень сильно волновалась из-за этого. А ты… Да, я согласен. Трудись объяснить. У меня произошли обстоятельства, и именно об этом я хотел с тобой поговорить. Давай. Давай, я тебя слушаю. Ребят, давайте фоткаться! В общем… Смотри, какие красивые. Слушай, а ты знаешь, как его адвоката звали? Альберт. Что? Что-что? Альберт. Альберт Аполлинарьевич. Ты не помнишь? Наш скелет в мединституте. В мединституте. Когда мы с тобой познакомились. Конечно, напомню. Слушай, какие они красивые. А мы тоже такие не хотим? Обязательно. А мы далеко что в салон попросили. Зайдем? Давай. Слышь? Настя. Петь, привет. Привет. Я недолго. Вер, ты прости меня. Я очень благодарен тебя за все. За помощь, поддержку. Но мы не сможем с тобой больше видеться. А что случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто… Мне очень дорогие отношения с Машей. И мне очень дорогие мои отношения в семье. А Маша подозревает что-то. Нехорошо это все. Да и неправильно. Маша, прости меня еще раз. Петь, я столько для тебя сделала. Петь, ты ж пожалеешь. А если ты заказчика потеряешь, ты разоришься. Разорюсь, значит, так и будет. Здравствуйте. 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 А вы записаны? А надо было записываться. Ну, это не страшно. Мы как раз получили новую коллекцию этого сезона из Франции и Италии. Можем вам что-нибудь подобрать? Да мы, наверное, пока сами посмотрим. Да, наверное, да. Прошу, проходите. Спасибо. Спасибо огромное. Боже, смотри, какая красивая. Как думаешь, мне пойдет? Ну, не знаю. Примерь. Да. Нельзя же, чтоб жених видел. Нельзя так держи. Держи, тогда откладываем. Так а мы тогда здесь зачем? Прости, пожалуйста, меня просто безумно вот-вот страшно. Я не переживаю, волнуюсь. И все думаем, какой у нас будет жизнь после свадьбы. Есть ли жизнь после свадьбы? Нет ли жизни после свадьбы? Ау! Все хорошо? Ну, сначала, в принципе, все понятно, да, у нас свадебное путешествие. Потом я учусь. И дальше вместе с тобой будем строить карьеру. А потом у нас неожиданно так втрубается ребенок. О, нет. Нет. Не так сразу. У меня вообще не получается находить общий язык с детьми. Вот с Катей сплошные проблемы. Знаешь, давай поживем пока на себя. Да, мам. Подожди, что случилось? Хорошо, да, я понял. Да, сейчас приеду. Давай, да, да. Извини, дома что-то случилось, я должен ехать. Прямо сейчас? Да, я… Извини. Подожди, 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 а… Привет. Привет. А что такое? Жду самую красивую, оборожительную и любимую женщину. Для нее же и цветы. А еще у меня для тебя сюрприз. Ну, я надеюсь, приятный? Конечно. Надеюсь, очень приятный. Мы сейчас поедем в одно прекрасное место. И прямо сейчас. А… Ну, а девочки? А девочки с бабушкой. А завтра выходной. М? Поезжай за мной. За мной! А что происходит? Я не понимаю. Медовый месяц или… или что это, Петь? А что такое? Мы что, не можем себе устроить медовый месяц, когда хотим? М? М? А вообще, знаешь, Маша, я… Хочу попросить у тебя прощения. Я действительно виделся с Верой. Ну, а только с ума по делу, поверь. Больше этого не повторится, я ее об этом предупредил. А еще я прекрасно понимаю, что плохо вел себя с Настей. И… Ты за это тоже меня прости. Я буду стараться. Потому что мне… Очень дороги наши отношения. И наша семья. Маша, я очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Но за Веру ты мне ответишь. А-а-а-а! Ты почему? А-а-а-а! А-а-а! 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 Так, девчонки, доедаем все и идем гулять в парк все вместе. Ура! В парк! Я на два часа отлучусь по работе, потом присоединюсь к вам. Хорошо. Настюр, а что ты нам ничего не рассказываешь? Что вы там запланировали с Сашей по поводу свадьбы? Как все будет происходить? Вы заявление подали уже? Нет, мы еще ничего не решили. Сколько можно одно и то же спрашивать? Извините. А за границей все пришлось начинать с нуля. Без денег и без уверенности в том, что покушение не повторится. Я не хотел подвергать тебе опасности. Подумал, ты молодая. Найдешь кого-то, может, получится стать счастливой. Я осталась счастливой. У меня замечательный муж. Он меня очень любит. У меня прекрасная семья. Я ничего не хочу менять в своей жизни. Маш, я приехал сюда по работе. Я не собираюсь влезать и ломать вам жизнь. Я хочу, чтобы ты уехал. Пожалуйста. Слышишь? Я хочу, чтобы ты уехал. Пожалуйста. Хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я, собственно, не вижу смысла в вашем участии. Я надеюсь, вы понимаете, что у меня остались не очень лестные воспоминания о нашем знакомстве. Вот из-за такого вздорного непримиримого характера у вас и нету нужных связей. Все на мою внучку перекинули. Надо было о ней тогда заботиться. Когда отказ писали. Ну, знаете что? Еще хотел вам помочь. Девчонки, дайте, пожалуйста, свой телефон. Чего ты? Ну, Маша, давай, твоя очередь. Хочу. Я тоже такие таблетки принимаю. Хоть в этом мы с вами похожи. Ну, характер у меня, конечно, не ангельский. У меня тоже. Просто хотел бы выяснить, что за тип приходил к вам по делу интерната. Альфред, нет. Альберт. Я потом найду визитку. Альфред, нет. Значит, мир. Мир. Ну, давайте отметим наше примирение. Ну, сходим, например, в ресторан. Ну, это куда ни ошибка. Да я сто лет в ресторане не бывала. Да и я как-то тоже. Ты кому вообще веришь? В своей матери, которая всю жизнь честно проработала? Или вот этому вот малолетнему вору? Я не вор. Молчи! Я не крал эти деньги. Мам, давай спокойно. Скажи мне, сколько там вообще было? Какая разница? Да хоть червонец! Дело принципа. В доме вор! Подожди, давай по порядку. Ну, почему ты вообще решила, что у тебя их украли? Может быть, ты переложила их куда-то и забыла? Послушай, ты что, думаешь, что я вообще из ума выжила? Сегодня утром деньги были вот здесь, в этой вот книге! Мам. Я проверяла! Спокойно. Нельзя просто взять и обвинить человека в воровстве. Так, Кирилл, теперь ты. Наказывать тебя никто не будет. Но скажи мне честно, ты брал эти деньги? Да пошли вы оба! Ты смотри, нормально, а тосинки не родятся апельсинки! Что мать его была шлюха бессовестная и воровка! Что сынок, одна гнилая порода! А вы видели, когда в парке мы кормили уток, они от меня даже не отплывали? Видели? И от меня тоже не отплывали. Видели-видели! Видели! О! Я пойду рисовать! Я пойду фотки выложу! Я бы в классные кадры! Вы все доели? Да! Так наедите! О, помой, пожалуйста, Влада! Окей, окей, окей! Давай! Не знаю, что с Настей происходит. Она закрылась в твоей комнате. Да все понятно. У них с Сашей что-то происходит. Она же ничего не рассказывает. Я ей не буду спрашивать. Не хочу. И не надо. Сколько раз пытались. Она только еще больше в себе заныкается. Ну да. Ладно. За тебя. Здравствуйте, Марья Сергеевна. Извините, что... Саша, можно тебя на секунду? Да, конечно. Что с тобой? Все нормально. Точно? Да, конечно. Ну, может, с Настей что-то не так? Нет, все хорошо. Просто замотался немного. Скажи честно, у тебя проблемы? Да, проблемы. Просто я не уверен, что они нужны Насте. Ну, знаешь, когда люди любят друг друга, у них проблемы общие. Если хочешь мне, расскажи. Спасибо. Помогу. Ну, мы же не чужие люди, ну? Спасибо, Марья Сергеевна. Ну, я сам как-то справлюсь. Ну, смотри. Это бухгалтерия. Ну, что, нагонять за опоздание не получила? А, да нет. Вроде бы все нормально. Скажи, ты хоть спал сегодня? Ну, я сам. А ел? Понятно. Хорошо. Давай так. Я сейчас бегу за пониний кофе, а ты подожди меня тут. Хорошо? Да, хорошо. Привет. Привет. Ты к нам? Я к Саше. Он на звонки не отвечает. Видимо, что тут с телефоном. Он на месте? А, Настюш, ты, наверное, приходи позже. Саша, там завал по работе. Ну, ты же знаешь, какой Мария Сергеевна строгий руководитель. Подожди, ну, ты же ему скажешь, что приходила? Ну, конечно. Ты извини, мне нужно бежать. В общем, так. На Мария уже кое-что накопала. Но пока это все несущественно. Юленька. Я вам очень благодарен, но… У меня изменились обстоятельства. Я вынужден уехать. Как уехать? Надолго? Насовсем. Если вы что-нибудь еще накопаете по мэру, свяжемся в интернет-режиме. И, конечно, я оплачу вам вашу работу. Оплатите? Я думала, мы стали друзьями. Извините. Почему? Почему вы уезжаете? Мое присутствие здесь по работе, ну, совершенно излишне и… Так не пойдет. Вы не договариваете. Маша попросила меня уехать. Что? Почему? Мы очень тесно связаны с ее мужем по работе, и Маша, видимо, не хочет, чтобы он узнал, что она когда-то любила меня. Вы извините, но это звучит как бред. Мы же все, мы взрослые люди, и сейчас не восемнадцатый век, и… Да мало ли что у кого когда-то было. Послушайте, а может быть она просто боится, что между вами снова что-то начнется? Перестаньте. Вы что, она любит мужа, у них дети и… И все-таки это странно. Она явно что-то скрывает. Йоленька, вас сейчас говорит журналист. Я просто не люблю людей, которым наплевать на чувства других. Михаил Викторович, мне все же хотелось бы прояснить, мы до сих пор не получили оговоренную сумму на строительство. Меня же вам порекомендовала Вера, а у нас сейчас с ней возник конфликт, и я подумал, может быть из-за этого вы, ну… Да нет, ну что вы, ну кто вам такой сказал? У вас прекрасная фирма, я же видел ваши работы. Ну, Петр Владимирович, ну а я что? Я же мэр, мне просто хочется, чтобы в городе был развлекательный центр, европейского уровня. А инвесторы очень хвалят вашу работу. А, то есть, значит все в порядке? Деньги будут? Не факт. Вот в этом и есть проблемка. Я боюсь, что она инвестору не понравится. Петр Владимирович, понимаете, на территории, предназначенной под строительство, стоит интернат старый. Так. И по каким-то для меня непонятным стечением обстоятельств, ваша супруга проводит незаконные действия. Она просто мешает стройке. А вы не в курсе? Ну, директор там Жукова. О, господи. Маша и воспитанница. Петр Владимирович, дорогой. Я вас очень прошу, пожалуйста, поговорите со своей супругой. Ну и объясните, что это здание старое, оно упадет само. А мы деткам построим новый интернат с кроватями, с футбольным полем, с жакузи. Ну, городу же нужен развлекательный центр. Да, боюсь, она меня и слушать не захочет. Жаль. Жаль. В этом-то и есть проблема. Коньячку не хотите? Что? Коньячку. А, нет, спасибо. Правильно, я тоже не пью. Я пойду. Вас проводят. А можешь сказку рассказать? Ах. Ну, слушай. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были добрый рыцарь и его дама-сердце, принцесса. Они любили друг друга, и потом рыцарь вдруг стал скрытным, молчаливым. А она все никак не могла понять, что же с ним происходит, почему он так себя ведет, о чем он думает. Она все слала ему эсмэски, а он на них не отвечал. Какие же в царстве могут быть эсмэски? Ну, какие-какие. Голубями, почтовыми голубями. Она слала ему почтовых голубей. А, а почему она не пришла в его царство и не спросила сама? Точно. Ты молодец. Надо пойти и все узнать самой. Верно. Это что такое? Добрый вечер, Мария Сергеевна. Вас просят прекратить защиту интерната. Ну, исключено. Машину покиньте, пожалуйста. Хорошо, как скажете. Тогда это вам. Красивые фотографии получились. Приятных впечатлений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Валентина Андреевна. Здравствуйте. А я к Саше. А Саше нет. Можно я его тогда у вас подожду? Нельзя. Мне просто очень нужно с ним поговорить. Просто я сейчас иду в магазин, а потом к подруге. Ладно. Извините. До свидания, Настенька. А что, кто-то приходил? Не твое дело. Свалился на мою голову. Да господи, кто так колет? Я понял, почему вы такая злая. Мой папа, наверное, вам очень больно сделал. Психолог. Ты мне лучше скажи, зачем деньги мои украл? Да не брал я ваши деньги. Ты из меня дура-то не делай! Вся жизнь у меня тогда рухнула. Я за папой твоего. Я за папой твоего. Огромное рассечение на лбу и кровище хлещет, хлещет, хлещет. Ты плакал? Я ничего не видел. О! Маша. У тебя все в порядке? Да. Я просто устала. Поставь там. Настя пришла. Предложил ее ужинать, а она отказалась. Она всех просто ждет. Я ничего не понимаю. Кто-нибудь может объяснить, что с ним происходит? Ой, я знаю. У нее был рыцарь. И он ее разлюбил. Ах, вот оно что. Ясно. Ну, налетай. Маша. Я хотел поговорить о новом проекте своем. А потом подумал, ты поспи, отдохни. А завтра поговорим. Да? Угу. Да. Давай завтра. Хорошо. Приятного аппетита, девчонки. Вам тоже. Вам тоже. Маля. 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 Нет. Маша, ты что, даже не ложилась? Нет. Ну, что с тобой? Петь. Ну? Мне надо тебе что-то сказать. Поскажи, конечно. Что, Маша? Дело в том, что Стас… Стас – это отец Насти. Что, Стас? Стас – это отец Насти. Маля. 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 Дело в том, что Стас… Что, Стас? Стас – это отец Насти. Настя. Какой, Стас? Инвестор? Да что за бред, Маша? Ну, мы же знаем, что отец Насти умер. Я тоже так думала. Так. Интересно. То есть, когда он был здесь, вы разыгрывали коммертию? Нет, нет, Петя, я просто не знала, как тебе объяснить. Он обещал уехать. Поверь, Стас неглупый человек. Он прекрасно понимает, что у меня своя жизнь, у него своя жизнь. Мы ничего не хотим менять. Ни я, ни он. Поверь. Но есть еще одна вещь. Есть один человек. Он заинтересован в сносе интерната. Да при чем тут интернат? Послушай, он за нами следил. Он сфотографировал. И что? Есть фотографии. Я подумала, будет честнее, если ты от меня это узнаешь. Что фотографии? Ну, это ничего не значит. Мы просто встретились, просто поговорили со Стасом и все. А, ну да. Он обещал мне уехать, это поклянусь. Я вижу, это просто ничего не значащее дружеское объятие. Петя, мы просто попрощались и все… Ну, естественно, Маша, я все прекрасно понимаю тебя. Пожалуйста, Петя, я тебя люблю. А вот это вообще, просто обычная фотография. Петя, это ничего не значит, ну, я прошу тебя, Петя. Петя, все пцелуем. Да нету. Мама с папой ссорились. Папа так громко кричал. А я не хочу, чтобы мой папа ушел. Ну, что ты? Он же не уйдет, правда? Ни в коем случае не уйдет. Почему ты так решила? Потому что мне моя подружка Лера рассказывала, что ее родители ругались, 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 ругались. А потом развелись, и она своего папу видит всего лишь раз в месяц. А я не хочу, чтобы мой папа не ушел. Не переживай, твой папа не уйдет. Твоя мама с папой очень сильно любят друг друга. Такое иногда бывает, но папа вас не бросит. Правда? Правда. А Катя спит? Ни-а. Она в наушниках кино смотрит, поэтому ничего не услышала. Ты, главное, маме не говори, а то она ругаться будет. Я буду молчать, как рыба. Иди под крышку. Посмотрите-ка. За руковоротом. Да, я слушаю. Итак, Мария Сергеевна, что вы решили? Это кто? Ваш друг, у которого невинное хобби. Фотографирование. Иди к черту! Ясно? Иди к черту! Ну зачем же так грубо? А на что ты рассчитывал? На прекращение каких-либо действий с вашей стороны, Мария Сергеевна. Надеюсь, вы не станете продолжать бессмысленную войну против нас. Или может прислать пару фото вашему мужу. А мой муж все знает. Так что у тебя ни черта не получится, ясно? Ни черта! Как знать, Мария Сергеевна, как знать! Тварь! Слушай, я тороплюсь страшно. Мне через полчаса надо уже на работе быть. Ты уберешь здесь все? Хорошо, чтоб мама не слилась. Хорошо, не парься. Слушай, Сань, а вот эта вот Светка, с которой вы вчера приходили, она правда детдомовская? Правда? Что, понравилась? Да нет. Она просто клевая. Я вот подумал, может вы с ней встречаетесь? Нет, Света просто... моя коллега. А мою девушку зовут Настя. Настя? Первый раз слышу. Чего же она тогда к нам не приходит? Вы что, поссорились? Да нет, просто мне надо ей кое в чем признаться. Вот готовлюсь. Странные вы взрослые. Тё, стоп, какой ты взрослый? Тебе сколько лет? Так, ты ешь давай. Ну ты же не девушка, что у тебя нельзя спрашивать, сколько тебе лет. Ха-ха-ха. Запомни, если есть какая-то проблема, нужно её решать. Понял? Ты же не хочешь потерять свою Настю? Ты мне поумнее решил. Так, всё, я убежал. Не забудь убрать, ладно? Хорошо, иди уже. А у меня только жизнь начала налаживаться. А теперь Петя трубку не берёт, сбрасывает. Ира, а поговори со своим мужем, а? Пускай он откажет его в работе. Ай, Верунька, я тебя не узнаю. Ты совсем расклеилась. Не беспокойся. Скоро твой Петя прилетит к тебе на крыльях любви. А что ты имеешь в виду? У этой сучки роман с инвестором. У Машки? С кем? Ты его видела. Он был на приёме. Да ты что? Так она же мёртвой хваткой вцепилась в Петю. А что тут такое? Вера, Стас таким баблом ворочает, что не только от Пети уйдёшь. Ира, ты же сделала мой день. Это лучшая новость. Меня одно беспокоит, как Стас так быстро запал на неё. А что, хорошо, его знаешь? Не бери в голову. Это предположение. Ирина Валентиновна, для пилинга всё готово. Прошу. Не беспокойся, Верунька. Скоро твой Петя прибежит к тебе, как миленький. Спасибо. Пожалуйста. Скажи, ты всё ещё любишь Машу? То, что было между нами, давно прошло. Да, я её любил. А вот почему меня взяли в подрядчики. Пётр Владимирович, успокойся. То, что мы с тобой работаем на одном проекте, это случайность, не более… Хорошая случайность. Слушай, ну, я не собираюсь бросать проект. У меня есть договора, у меня есть обязательства перед людьми. А что касается Маши, я дал ей слово, что я уеду. И я его сдержу. Ах, вот оно что. Так это был прощальный поцелуй. Понимаю. Пётр Владимирович, ну, не цепляйся ты к словам. Ну, нет у нас с Машей никакого вновь. Папочка, у тебя же были знакомые в МЧС? Почему были, они и сейчас есть? Помоги найти одного человека. Кого именно? Андрея Жарова. Машиного отца. Зачем, Элеонора? Ты ведь никогда не пыталась с ним встретиться. Папочка, ну, ведь я была вполне счастлива замужем и не знала, что на свете есть моя Маша. А сейчас всё иначе. Ведь Андрей не виноват в том, что так всё сложилось и Маша имеет право знать, кто её отец. Хорошо, я постараюсь, но ничего не обещаю. Какой ты у меня красивый. Кстати, куда это ты так наряжаешься? Давно тебя таким не видела. У меня очень важная деловая встреча. Маша просила помочь в одном важном деле. Я на тебя рассчитываю. Хорошо, я подумаю. Но не обещаю. Раз, два, три и… Ага. Я даже не напрягалась. И что? Так мне интересно. Я хочу в зоопарк. В зоопарк это стоит для малявок. Таких, как ты. Эй, я не малявка! Ха! Малявка, малявка, малявка! Не догонишь, не догонишь, не догонишь никогда! Пап, привет! Привет! Пап, привет! О! Свинтус! Свинтус мой! Нет, будет мой. У тебя куча игрушек. Свинтус, падай! Отойди от меня! Мне нужен свинтус! А пойдёшься! Нет! Такой свинтус! На своего свинтуса! Жаденого! Ты всё ещё его любишь? Нет. Ой, как смешно! Стой, малышня! Я видел, как ты на него смотрел. Видел, Маша. А на, стой! Девочки, собираемся. Ой, мы пойдём в кост-комнату? Не хочу в комнату. Сейчас соберёмся и решим, куда пойдём. О, я придумала. Кто первый собираться, тот решит. Опа! Я буду первая! Я уже первая! А, конечно! Давай добавимся в Фейсбуке. Ира! Там у меня на столе документы, которые Мария и Сергеевна надо срочно подписать. Хорошо, Саш? Хорошо, и обедать. Приятного. Спасибо. Саш! А? А ты куда? Э, я обедать хочешь, пошли со мной. Да. Ну ладно, я пошла. Ир, документы. Да, Саша, хорошо. Как всё в опеке прошло? Нормально? Да, всё хорошо. Ты знаешь, я рада, что Кирилл теперь живёт у тебя на законных основаниях. Мы с ним вчера очень душевно поговорили. Правда, не закончили. И я подумала, а может мне ещё раз к вам прийти? Да, давай, отлично, иди. Слушай, там мама говорила, что он у неё деньги украл. А мне он не признаётся. Может, он тебе расскажет. Я попробую. И я, когда была маленькая, то украла у воспитательницы помаду. Представила, что такая же была у моей мамы. А потом, когда нашли, то ужасно ругали. Ты знаешь, Кирилл чувствует себя чужим. И ему нужно время, чтобы обжиться. Понять, что это его родной дом. Хорошо. Спасибо, что согласилась меня выслушать. Я не могу понять, как ты меня нашёл? Откуда ты знаешь, где живёт Маша? Ну, есть люди, подсказали. Опять уголовники? Не-не-не, ты что, всё. С этим покончено. Ну, допустим. И что тебе от меня нужно? Я хочу, чтобы ты меня простила. Я реально виноват. Просто пойми, у меня были такие обстоятельства. Меня могли убить из-за долгов. Что ж не убили? Да там, посадили других людей. Я не думал, что этот дурак ударит тебя по голове. Он просто должен был забрать деньги и отдать их мне. И я должен был вернуть их бандитам. И хотел честно, всё тебе отдать. С процентами. Ну, да. Как мама? Ей сделали операцию? Мама умерла. Нет, операцию сделали, но она уже стала поправляться. Но потом у меня случился обширный инсульт. Я до сих пор не понимаю, как это случилось. Но у меня... Прими мои соболезнования. Ты знаешь, у мамы большие проблемы с сердцем. Если я ей скажу про этот суд, она вообще сляжет. Настя, я много думал, я понял, что кроме тебя у меня вообще никого нет. Ты самый прекрасный человек, которого я встречал на свете. Так, хватит ломать комедию. Найди себе дурочку и ей по ушам езди. Мой тебе добрый совет, Серёж. Устройся на работу, как нормальный человек. А со мной у тебя больше ничего не получится. Как ни старайся. Прими это. И хватит мне доставать своими звонками. Спасибо. Спасибо. Да. Алло, Маша. Привет, ты как? Я не могу до тебя дозвониться. У меня был Пётр. Он думает, что между нами что-то есть. Ты что, ему всё рассказала? Я поражаюсь твоей честности. Да я бы ничего не рассказала. Но так сложились обстоятельства. Петя вбил себе в голову, что у нас с тобой опять всё началось. Что ты ему сказал? Да я ему вообще ничего не успел сказать. Клянусь, я твоему Петру не давал ни малейшего повода. Ну, тогда почему он именно после встречи с тобой так думает? Ты обещал, что ты уедешь. Ну, тогда уезжай. Уезжай, пожалуйста. Свежая пресса. Спасибо. Спасибо. Люся, подожди. Глянь-ка, пожалуйста, вот на вот туда. Что скажешь? Да ничего особенного. Самое обычное. Таких тысяча. Молодец. Быстро сделала свою работу. Ну, и что, как тебе вообще Исаева? Ну, судя по статьям, зубастая. Да. Это она тут развела бурную деятельность. По дискредитации важного для города строительства. Между тем у неё нет ни одного проигранного дела. Юлечка, пожалуйста, присядь. Я не люблю, когда при мне стоят девушки. Знаешь что? Пора её мочить. Парочку разгромных фотографий. И репутация её разрушена. Ну, не мне тебе рассказывать. Михаил Викторович, вы сами прекрасно понимаете, что репутацию на ровном месте не разрушишь. Мне нужно больше информации. Понимаю. Понимаю, что нужно больше информации. Я тут тоже кое-что нарыл. Прям драма. Оказывается, у нашей особы в юности родился ребёнок. Маленькая девочка. Маленькая девочка, она её бросила. Потом долго искала. Нашла. Поэтому задача – пообщаться с юристом, состряпать разгромную статейку. Преступная мать. Брошенный ребёнок. Заметьте, господа присяжные, грудничок. Ну, и так далее. Юлечка, ну, не мне тебя учить. А вы откуда об этом знаете? Какая разница? Знаю. Садись, работай. Давай. Материала – вагон. Давай, давай, работай. По-моему, она не представляет, в какую опасную игру ввязалась. Столько детских садиков превратили, чёрт знает во что. Ну, а интернатам, тем более, не побрезгует. Неужели всё так печально? Увы, да. Потому что за этим стоит мэр вашего Ольховска, господин Гриднев. Скользкий и опасный тип. Такой ни перед чем не остановится. Ну, да. Для такого закон не писан. Поэтому я прошу вас, Галина Степановна, не идите с ним в открытую конфронтацию. Значит, всё так печально, что вы скажете Маше, чтобы она бросила это дело? Разве она меня послушает? Ваше воспитание, между прочим. А что же вы будете делать? Буду идти до конца. Надо искупить вину. Кстати, я заказал на столик в ресторане. Тук-тук. Юленька. Альберт Юрьевич, какой приятный сюрприз. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. 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 Спасибо, что заглянули. Привет. Прекрасно, прекрасно. Шикарно выглядите. Благодарю. Присаживайтесь. Уютно, уютно у вас. Совершенно случайно узнал, что вы интересуетесь дочерью Некой Марией Исаевой. Да, да, всё верно. Интересуюсь. Это прекрасно, что Михаил Викторович вам об этом сказал. А что, у вас есть для меня какая-нибудь информация? Есть. Есть важная цена информации. Надеюсь, я буду щедро и загражден за предоставление этой цены важной информации. Да, разумеется. В какой-нибудь другой ситуации я с удовольствием помогу вам. Вот. Так. Ну, и как же её зовут? Анастасия Голубенко. Ага, прекрасно. Анастасия Голубенко. Сколько ей лет? 18 лет. Кто отец? Да, отец. Ну, какой-то дальнобойчик. В то время эти детдомовские девки, они пачками вдоль трассы стояли. Вы меня простите, Альберт Юрьевич, но эта детдомовская, в отличие от вас, стала владелицей известной юридической фирмы. С кристальной репутацией. Ах да, ещё она не занимается сомнительными делами. Порадовали. Очень порадовали. Я вам безмерно благодарна за предоставленную информацию. И желаю вам хорошего дня. Взаимно, взаимно, взаимно. Всего доброго. Счастливо. Не угадала с подарком? Нет. Вообще. А я вот люблю пазлы. Правда, я их только в интернате видела. Да и то. Знаешь, какая у нас на них очередь была? Я вот любила русалочку собирать, а она многим нравилась. Поэтому приходила ждать. Да неужели так прям долго ждать? Да, слушай. Бывало, что я несколько дней. Знаешь, я всегда хотела, чтобы у меня была настоящая семья, большой дом, большой двор. Знаешь, Кирилл, у тебя есть брат, который по-настоящему тебя любит и поддерживает. А у меня никого. А Саша не бросил тебя, не отдал в приют. А мои так называемые родители – семья алкашей, которым я нафиг не нужна. А у тебя есть настоящая семья, которая, правда, тебя очень любит. Ага, конечно. Тетя Варя постоянно смотрит за мной, как будто я что-то украл. Еще и постоянно рукается. Еще, понимаешь, я же тоже не слепой. Я же вижу, что в этой семье я лично. Ну, ну послушай, ну если ты ничего не крал, ну чего себе переживать? Ну представь, в твоем доме появился новый человек, которого ты раньше в глаза не видел. Ты будешь ему доверять? Ну, даже не знаю. Я о таком никогда не задумывался. Знаешь, доверие нужно заслужить. Ты попробуй поговорить с ней по душам. Она очень хорошая женщина, правда. Ладно, попробуем. Едет автобус, танцуют сумки, разбились пара и пустые рюмки. В руках мой глобус, семь континентов, миллионы людей, миллиарды акцентов. Горел фонарь, погасли свечи, за окном спустился вечер. Выключен мой телефон, нас выгнали куда-то вон. А вокруг темно и сыро. Ну, а я не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Ну, а для концовочки нужен доброволец. Кто же это будет, а? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Да, есть! Приветствуйте! Погодите, вы говорили ресторан. Это же клуб. Я в клубе вообще никогда не была. Сюрприз! Здравствуйте. Скажите, а что, муж Маши работает на нашего мэра? Здравствуйте. Да, Маша, муж работает на нашего мэра. Погодите, а Маша об этом знает? Маша об этом знает. Давайте тряхнем стариной. Пора начинать разгульную жизнь. Здорово! Здорово! Я сто лет не была в ресторане и сто лет не танцевала. Я тоже. Значит, у Маши с мужем конфликт? Маша не очень откровенничает со мной после всего. Ну, вы же в курсе. Ну, да. Ну… Ну, вы не расстраивайтесь. Все трясется. Я хорошо знаю Машу, она умеет прощать. Ну, вот. Я осталась одна. То ли потому, что была очень сильной, то ли потому, что была слишком прямой. Да. Вам, мужчинам, вообще неизвестно, что нужно. Впрочем, мне кажется, что вы до седых волос остаетесь мальчишками. А если один седой мальчик закажет вам шампанчик? Спасибо вам огромное. Вы очень хорошо играете. Просто замечательно. Помочь? Да. Спасибо. Ну, а вы, юная леди, почему были такая грустная? День какой-то. Немой. Угу. Это знаете, как называется? Безответная любовь… Вы экстрасенс, да? Да что вы. Я просто музыкант. Пишу стихи, песни. Песни. Поэтому я знаю все про любовь. Ну, нельзя знать про любовь. Прямо все. Ну, вот. Начинается. Это никуда не годится. С таким настроением вечер будет окончательно испорчен. Давайте знакомиться. Я Антон. Настя, приятно. Очень приятно. Анастасия, позвольте вас проводить. Ну, давайте. Ну, давайте. Хорошо. Ребят, пока. Давай, пока. Вау! Может мне тоже в музыканта податься, а? Присаживайся. Не, ну а что? Позволю себе такую классную машину? Это все не я. Я обычный музыкант. Родители не уделяли мне должного внимания в детстве. Вот теперь заглаживают вину дорогими машинами, учебой в Лондоне. Круто. Очень круто. Папа все думает, что я пойду по его стопам. А ты не хочешь? Хочешь заниматься музыкой? Знаешь, я бы бросил все. И занимался бы только музыкой. Но твои родители тоже диктуют кем быть? Нет. К сожалению, нет. Мои родители не со мной. Точнее, нет. У меня есть мама. Но это очень долгая, очень сложная история. Знаешь, я обязательно ее потом выслушаю. А сейчас покажешь, куда нам ехать? Да, конечно. В принципе, тут-то недалеко. Отлично. Извините меня, пожалуйста. Это я украл деньги. Ну, я надеюсь, не на наркотики? Что вы, нет. Зачем? Ну, я хотел сделать фотографию на памятник маме. Возьми деньги, Кирилл. Возьми, сделай фотографию. Спасибо. Молодец. Я рад, что он повадил. Влада с Катей спят. Маш, все так плохо. Настолько, что ты даже не спросишь, где я была весь день. Слушай, ну, зато он тебя хотя бы любит. В отличие от некоторых, которые сначала прикидываются, потом… Господи, прости, пожалуйста. У вас с Сашей что-то случилось. Прости меня, я… Знаешь, я могу обманываться, но мне кажется, что мы расстались. Очень устала. Очень тяжелый был день. Я тебе потом все расскажу. Спокойной ночи. Поехали. 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 Молодой человек, я вижу, вы грустите в одиночестве. Хотите, составлю вам компанию. Для одиночества есть причина. Тогда, может, угостите меня коктейлем? Меня зовут Марго. А вас? Да. Бармен, сделай какой-нибудь коктейль барышне, я плачу. Хорошо. Держи. Ваш коктейль. Спасибо. Ваша карта. Спасибо. Извини, Марго, я сегодня что-то набрал. ТЕЛЕФОННОЕ Во-первых, у нас! ЗВОНОК Пришел в семьде. Что там? ВСЕМЕНТЫ СТУК АНТРИГУОННОВАННОМУ АНТРИГУОННОМУ Эх! Давай, быстрей, быстрей. Уходим, уходим. Абонент недоступен. Пожалуйста, отправьте СМС и перезвоните позже. The subscriber is not available. Please send the SMS or try again later. Включи телефон. Петёночка, ну, родной, ну, потерпи, хорошо? Все-все-все-все-все. Все. Верка. Хорошо, что ты ко мне пришел. Ой, Петя. Там не к кому больше идти, Вер. Понимаешь? Некому. Ой, Верка, как же ты пахнешь-то, а? Ой, я все помню. Помню твои любимые ароматы, блюда, вино. И столько лет прошло. А я все помню. Слушай, Верка, пламалась у меня просто пить, а? Знаю я все, Петенька, знаю. Машка твоя изменяет тебе… Ай, ну, потерпи, с инвестором-миллионером. И стою. Откуда знаешь? Так это ни для кого не секрет. Если выпить. Ай, давай, Петя. Держи. На, лёй. Окей. Орайт. Петя, Петя. Ну, Петя. Ну, Петя. Ну, Петя. Ну. Садись осторожно. Давай, давай, давай. О, Петя, Петя. Спасибо тебе. Пожалуйста, тебе. Да. Это все. Правда, я… Да, правда. Да, правда. Петя. Я как-то растерялся с вами. У меня… Петя. Петя. Я тебя так долго ждала. Петь. Ну, Петь. Петя. 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 Алло, Стас. Привет. Прости, что дергаю. Надо встретиться. Когда? Утром можешь? Я утром улетаю. Когда улетаешь? Рейс в двенадцать. Давай в восемь утра. Угу. На нашем месте? Хорошо. Спасибо. Петя. Ты… Стала потрясающей женщиной. Умной. Красивой. И очень сильной. Я поступил жестоко. Ты прости меня. Не представляешь, как мне было плохо без тебя. Я не знала, что мне делать. Я не знала, как мне жить. Я сходила с ума от одиночества. От страха. Я… Я совершила ошибку. Какую? Какую? Что было бы с нами, если бы у нас был ребенок? Послушай. Сколько раз я себе представлял, если бы ты знала, как часто за все эти годы я думал о тебе. Я даже хотел усыновить ребенка. Но потом подумал, что ребенку нужна мать. А я… У вас все будет хорошо. Слышишь, вы помиритесь с Петром. У вас замечательная семья. Да. Да. Наверное. Прощай. Тебе пора. Станислав Евгеньевич, добрый день. Да, Юлечка, добрый день. Простите, не могу говорить. Я на регистрации в аэропорту. Улетаете? Да. Так сложились обстоятельства. Сегодня? Да. Прямо сейчас. А я… Я… Вы ведь со мной даже не попрощались. Я бы вам потом все объяснил. Да, я понимаю. Написали бы по электронке. Что ж… До свидания. До свидания, Юлечка. Был рад познакомиться. Ух… 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 Ну, вы утвердили. Говорят, в следующем неделе вы едете. Да. А я уже еду, да. Ух… Здравствуйте. Станислав! Здравствуйте. Багаж есть? Нет. Только ручная кладь. Слава Богу, я успела. Юленька, вы пришли меня проводить. Это очень неожиданно, но… Трогательно. Спасибо большое. Не совсем. Дело не в этом. Пожалуйста. Послушайте, мне нужно сказать вам кое-что очень важное. Говорите. Станислав… Да? Да посмотрите вы на меня. У вас есть дочь. Ее зовут Настя. chrome enforок! В基本上 Станислав write изodie по, как и все вначin есть. Так, можете представить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анастасия, вы знаете, что означает это имя? Воскрешение. Я теперь понимаю, почему Маша так резко на всё реагировала. Она родила ребёнка. Она родила нашего ребёнка. А я на столько лет их бросил. Петя! Петь! А я тебе кофе сварила. На плите. В турачке. Всё, как ты любишь. А пока по писачку. Ну, папе, ну, по писачку. Слушай, ночью ты был такой, ну, как тигр. Я вообще такого напора не ожидала. Слушай, Маша, я… Вер, я… Я не хочу кофе. У меня жутко раскалывается голова. А я… Прости, я ещё не помню. Ну, а может быть… Абрикосик. Абрикосик. Не хочу, спасибо. Слушай, как будто мы в юности. Столько любви, как раньше. Страсть. Как будто никого не было, кроме тебя и меня. Как будто мне снова двадцать. А я чувствую себя на весь свой возраст. Даже старше. Вера, от кого ты первого узнала, что Маша Роман сострасом? Я не хочу об этом говорить. Может быть, мне тоже неприятно, как и тебе. Я твой друг. И не хочу тебе делать больно. Хочу ещё. Юленька, вы даже не представляете, насколько я вам благодарен за эту новость. Мы можем здесь остановиться? Давайте немножко пройдёмся. Мне нужно подышать. Я тебе не знаю. Так. Чёрт, Верка, что ж ты творишь? Ладно, мы пойдём другим путём. Женька, не пугайтесь! Ради бога, я не грабитель. Я из соседней квартиры. Домов взаимный. мне выйти нужно через вашу дверь. Женщина! Женщина, не пугайтесь, ради бога, я не грабитель, я из соседней квартиры. Извините меня, Юленька, за то, что вам приходится со мной возиться. Перестаньте, я рада вас поддержать. Вы себе даже не представляете, что со мной происходит. У меня появилось будущее, понимаете? У меня появилось продолжение. А хотите увидеть ее фото? Откуда у вас фото? Станислав, вы меня пугаете. Вам же знакомо слово соцсети? А, точно. Боже мой, как она похожа на мою маму. И глаза, как у мамы Карии. Голубенко, почему Голубенко? Почему у нее фамилия не как у Маши? Вы не знаете? Не знаю. Может быть, Маша была замужем до Петра. Там же целая жизнь прошла без меня-то. Красивая, красивая. Красавица, да? Да. Скажите, вы ведь не собираетесь прямо сейчас ехать к ней? Не-не, что вы. Нет, нет. Сегодня нет. Надо сначала поговорить с Машей. Сегодня мы сегодня, знаете что? Мы сегодня будем праздновать. Праздновать этот подарок судьбы. Мы сейчас… А деньги? Да-да-да-да. Вы сейчас не поедете к себе в мэрию. Мы сейчас поедем в лучший ресторан города. Да. И там будем пить шампанское. За мою дочь и за вас. Хотите? Хочу. Прошу вас. Спасибо. Показывайте – лучший ресторан. Звонят из полиции. Меня на работу срывают. У меня дел куча. Противно. Извини. Спасибо, что выручил. Не сложно было. Ну, с твоей квалификацией. Ну, ну, еще бы. Прыгающих любовников с балкона на балкон в своей практике я встречала достаточно. Каких любовников? Я же тебе говорил уже. Я вчера крепко накидался. Меня избили, обокрали. Пришлось идти к Вере. Почему же не домой? Не хотел в таком состоянии. К тому же знаю о твоем романе со Стасом, о котором все говорят. Тут чушь. Не хочу слушать. Стас улетел, а ты можешь катиться к Вере. Здрасте. Можно вызвать машину? 35-е отделение полиции. Да. Спасибо. Через десять минут. Счастливо. Маш, неужели все так серьезно? Да, все так серьезно. Слушай, мне все так кажется, что это из-за меня. До моего появления у вас все было хорошо. Не говори глупостей. Я счастлива, что-то у меня есть. А то, что у нас с Петей, ну, так бывает в семейной жизни. Кризисы. Все бывает. Мама, а мы надолго к бабушке едем? Не знаю. Вам же там нравится. Ну, поссорились? Видишь, какая ты умница. Все понимаешь. Катюш, серьезно или просто семейный кризис? Катюш, все. Вперед. Мама, а ты механик? Не знаю. Ну, тащи этого медведя сама. Пошли. Вперед. Папа? Папа? Что случилось? Упал. Тебе очень больно? Мам, папа. Вперед, девочки. Давайте. Мам, ему больно. Мама, ему больно. Маша, отправляйте, пожалуйста. Маша, не надо. Так, Маша, я прошу тебя. Мам, ему больно. Не сопротивляйте, пожалуйста. Бери ее и пошли. Маша, давай поговорим. Петр Владимирович, мне кажется, вы обязательно помиритесь с ней. Она так вас любит. Я ее. А почему я? Почему я? Что? Почему вы были так со мной откровенны? Вы уже меня совсем не знали? А рассказали мне о людьми, а если бы я вас всему сдала? Юленька, понимаете, у меня к вам сразу же возникло доверие. Потому что я редко ошибаюсь в женщинах. Я забыла сказать, Гриднин готовит компанию против вашей Исаевой. Уже дал мне задание напечатать несколько статей о беспардунной дамочке, которая мешает перспективному строительству. В общем, он намеревается облить ее грязи. Ну, я с ним поговорю, чтобы он бросил эту затею. Ну, если честно, я Машиной позиции тоже не очень понимаю. Там старое здание, обветшалое, абсолютно стандартный, типовой интернат. Я там был, я все это видел. Детям в других условиях будет намного лучше. Поверьте. Ну, хотя я понимаю, для нее это прошлое. Пусть тяжелое, пусть травматичное, но… Ну, это же все в прошлое. Ну, я ее очень хорошо понимаю. Прошлое, оно ведь нас никуда не отпускает. От него никуда не деться. Вот у меня отец ушел из семьи, дросил нас с мамой. Мне всю жизнь его не хватало. Возможно, даже поэтому я и вляпалась в роман с женатым мужчиной. Сломала себе карьеру. Вы правы, Юля. Прошлое имеет над нами большую власть. Но я теперь живу. Только в будущем. И вам я советую сделать то же самое. Забудьте этого мужчину к чертовой матери. Или вы что, вы до сих пор его любите? Нет. Теперь мне кажется, что я люблю другого. И всегда благодарила старика, который помог ей убедиться, что вежливость в любом деле пригодится. Конец. Следующую сказку прочитаем завтра, перед сном. Дурацкая сказка. В жизни они поссорились и развелись. Неправда. Правда. Сказки пишут, чтоб таких, как ты, обманывать. Ничего, Катенька. Папа с мамой обязательно помирятся. У взрослых в жизни часто бывают всякие неприятности. Но они их преодолевают. И папа с мамой обязательно преодолеют. Ведь они любят друг друга. И мы им в этом поможем. Конечно. Да мы, золотой цыпленок, поможем. Потому что мы их любим. И я вас так люблю. Я вас сейчас съем. Как у вас тут интересно. Как у вас тут здорово. Волшебно. Вам повезло с комнатой. Не подлизывайся. Это из-за тебя наши родители поссорились. Если хочешь, оставайся с нами. Если она остается, то спит на диване. Так, ложитесь спать. Все. Спокойной ночи. А Настя будет спать в моей комнате. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я понимаю, что девочкам без него плохо. Они его любят. Он, естественно, тоже их любит. Он отец прекрасный. Мама, ну как он мог? Снова с ней? Ну почему он опять так со мной? Что-то мне подсказывает, Маша, что в этом адюльтерии основная вина не Петина. Ну ты же юрист. У тебя богатая практика. Ты знаешь, что от некоторых женщин мужчин нужно буквально охранять. как от царантии. Я устала прощать. Это ты о нас. Мы сами себя простить не можем. Мама, ну при чем здесь сегодня? Это совсем другое. И все-таки, Маша, ты должна поговорить с Петром. Ведь у него тоже есть основания винить тебя. эти встречи с отцом Настей. А он сегодня улетел. Маша! Что ты здесь делаешь? Ты с ума сошел? Уходи. Я хочу увидеться с Настей. Кто тебе сказал о ней? Мой муж? Нет. Это не важно. Я хочу увидеть свою дочь. Нет. Нет, уходи. Пожалуйста, уходи. Послушай. Я понимаю, что свалившийся на голову взрослой дочери вдруг раскаившийся отец это... это цинично. Но я тебя умоляю. Я прошу тебя. Нет. Уходи. Пожалуйста, уходи. ты можешь меня и представить просто как своего знакомого. Хотя бы так. Не знаю. Может быть, не знаю. Подумаю. не обещаю. Уходи. 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 Юлечка, почему ты не сделала свою работу? Я надеюсь, у тебя уважительная причина? Где разгромная статья о юристе Исаевой, о пропавшей девочке? Почему не гудит интернет? Почему интернат не штурмует телевизионщики, не снимает передачу о малолетней преступности, о разврате, о порнографии, о садистых воспитателях? Юлечка, ты что, охерела? Михаил Викторович, дело в том, что факты, подтверждающие малолетнюю преступность, отсутствуют. Носом надо было их нарыть, понятно? Носиком своим красивым, а не пудрить его сидеть. Что касается Исаевой и ее дочери, ситуация неожиданно осложнилась. Как? Вы знаете, кто ее отец? Исаевой? У нее есть отец? Кто он? Я его знаю? Нет, вы не поняли, кто отец ее дочери? Это Станислав. Что? Как? Того не может выйти? Именно поэтому он вчера не уехал. Он остался и сейчас в городе. А если он остался в городе, значит, ты должна еще одну статейку написать. Мы должны эту тварь выкнать отсюда. А интернат снести нахрен. А я не хочу делать такую грязную работу. Юлечку, ты хочешь уволиться? Да. Хочу. С этого дня я у вас больше не работаю. Я тебе больше скажу, что с сегодняшнего дня ты вообще нигде не работаешь. И поверь мне, я приложу максимум усилий для этого. Не споткнись. Так он все знает про Настю. Ну, а мне что делать? Мария Сергеевна, тут акты и договор. И в три часа нам надо быть в апелляционном суде. Мам, я тебе перезвоню. Я перезвоню тебе. Саша, что у вас с Настей? Ну, вы то женитесь, то расходитесь. Что происходит? Что случилось? Недоразумение. Не переживайте, я собираюсь с ней поговорить и помириться. Ну, замечательно. Нужно помириться, Саша. Сейчас у нас дома так все непросто и… В общем, мне нужно, чтобы ты увез с Настю на неделю. Ну, хорошо, не на неделю, на несколько дней. Ну, пожалуйста, я тебя отпущу. Я не знаю. Надо поговорить с Настей и… Я не уверен, что у меня получится. Мне нужно, чтобы ты ее увез. Хоть на какое-то время. Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Хорошо, хорошо. Мария Сергеевна, я попробую. Попробую. Спасибо. Сейчас в власти позвоню. Папка, папка, попробую. Да. Сейчас. Михаил Викторович, к работе над документацией мы готовы приступить хоть сейчас. Только отмашку дайте. Но я слышал, что ваш инвестор покинул страну. Да нет. Станислав на месте. Тут у него такой магнит появился, от которого он никуда не сбежит. Или супруг, как всегда, не в курсе. Ну, самое главное, не переживайте. Не сегодня, а завтра запускаем проект. До свидания. До свидания. Мерзость. Ай, мерзость. Здравствуйте. Что ж ты, мой домашнийник не справился с дверью? Там же все просто открывалось. Нужно было провернуть вентилятор трижды. Потом цепочку провернуть два раза влево, вправо. Один щелчок и все. Напугал мою соседку. Валерионку до сих пор пьет. Петь. Может, поедем сегодня домой вместе? Послушай, Вера. То, что я был вчера у тебя дома, еще ничего не значит. Ну, так сложились обстоятельства. Извини. Все. Хорошо? Ну, как же это? Что было между нами? Вера, я прошу тебя, ну, мы же взрослые люди. Ну, было и было. Ну, успокойся. Прошу тебя. Все хорошо. Все. Что? Что? Ну, что? Ну, не надо ты на меня смотреть, я прошу тебя. Не надо на меня так смотреть. А как мне на тебя смотреть, а? Я люблю тебя. Как мне на тебя смотреть? Что мне еще для тебя сделать? Да никто. 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 Дальше не будет любить так, как ты. Ты не понимаешь этого. Ты не понимаешь. Ты не зациклён. Ты не зациклён. Ух ты, что у тебя. Ужасно. Поехали домой. Поехали сегодня домой. Вера, Вера моя хорошая моя. Ну, что ты? Ты прекраснейший человек. Ты замечательный друг. Я так благодарен тебе. Правда. Ну, я очень тебя благодарен. Ну, я не могу уже, Вера. Правда. Я уже… Прошу тебя, иди ты домой уже. Прошу тебя. Иди домой. Вера, иди. Петр Владимирович, слушайте, за все годы нашей работы вы никогда не были таким злым. Что-то случилось? Давайте я водички вам принесу. Давайте. Чем помочь вам? Что им? Ой. Я вам хотела сказать, такая радостная новость. Звонили из банка. Они дают нам кредит, так что мы остаёмся на плаву. Это же прекрасно. Кредит. Это же замечательно просто. Да? Очень замечательно. Да. Слушайте, а с вами все в порядке? А что у вас с лицом? А что не так? А что не так с моим лицом? Да у меня все хорошо с лицом! Все в порядке! Идите и работайте! Я иду и работаю! Иду и работаю! Все! Работаю! Ну, вот. Маша в офис. Здесь мы с ней впервые встретились. И до нашей встречи у нее все было хорошо. А сейчас что? А сейчас? Сейчас она поссорилась с мужем и все. Мне кажется, что это из-за меня. Мне кажется, что ты себя накручиваешь. Нет. Привет! Привет! Знакомьтесь. Это Антон. Мой очень хороший друг. Это Света. Она работает у мамы. А это Саша. Он тоже мамин сотрудник. Ну, привет офисным работничкам. Антон, он не работает в офисе. Он музыкант. Как интересно. А мы с Сашей идем в кафе. Хотите с нами? Ну, я с удовольствием. Да. Пойдемте? Пожалуйста. Пойдем. Я когда стала у Марии Сергеевны работать, то сразу столько звезд увидела. Представляете, и все идут к ней на консультацию. Вчера вот вообще ведущий приходил. Свет, я думаю, об этом не стоит распространяться. Да я просто хотела сказать, что он позвал меня в шоу сниматься. Сказал, что у меня очень телегиничная внешность. И тут он прав. С внешностью у тебя все в порядке. Ну, телешоу, это же так пошло. Что ты там будешь делать? Будешь хлопать в ладоши по его команде? Слушай, почему сразу пошло? Мне кажется, что это достаточно интересно. Посмотреть изнутри, как работает телевидение. Да, и это хорошая возможность на всю страну рассказать, о чем ты думаешь. Да? И о чем же ты будешь рассказывать? Про свое интернатовское детство? Что за интернатовское детство? Так, Свет, я думаю, нам пора возвращаться в офис. Да, сейчас. О, ты еще и обедки коллекционируешь. Я собаку на автостоянке подкармливаю. Угу. Ну, удачи. Я правильно сейчас понял, что ты грубо и цинично использовала меня, чтобы достать своего Сашу? Да, правильно. Ты обижаешься на меня? Да нисколько. Слушай, а ты точно думаешь, что у него что-то серьезное с этой девчонкой? Ну, как может быть иначе? Ты видел, как она в него вцепилась? Что-то незаметно. А вот она какая-то странная. Что-то в ней есть. Сережа, перестань мне звонить. Я уже сказала, я не хочу с тобой общаться. До свидания. Тебе нужна моя помощь? Нет. Я не хочу все время тебя нагло и цинично использовать. Ладно. Сережа, перестань мне звонить. Я уже сказала, я не хочу с тобой общаться. До свидания. Ну, не хочет она со мной общаться больше. Знаешь, ты плохо старался. Да я… Очень трудно восстановить доверие к человеку, который сделал тебе столько плохого. А меня трудности твои не волнуют. Тебе за них денежки платят. Да. Вот с хостела должны выселить. Потому что нечем заплатить уже. Так может работу найдешь? Да я ищу реально, но ничего нет. С поисками, не затягивай. Ладно. Держи. Спасибо. И будь на связи. Ты понадобишься. Свободен. Юленька, вы просто полны сюрпризов. Я уже тысячу лет не слышал настоящего винила. А вы знаете, что пластинки хранят безвозвратно ушедший шарм времени? У вас невероятная коллекция. Спасибо. Это моего отца. Я мало что о нем помню. Но в одном из моих детских воспоминаний он сидит в кресле и слушает винил. А по какому поводу у нас праздничный банкет? Считайте, что мы отмечаем мое увольнение. Да, я сегодня написала заявление и вуаля я безработная. Расстроились? Не очень. Работать с Гридневым уже не было никаких сил. Ну и правильно. Не расстраивайтесь. Я уже поговорил со своими партнерами из Европы. У вас будет очень интересная творческая работа. А откуда вы узнали, что я уволюсь? Я знаю Мишку. А вы порядочный человек. Я же говорил, что я очень редко ошибаюсь в женщинах. Вы мне очень помогли. Спасибо вам огромное. Это вам спасибо, Станислав Евгеньевич. Я… Если честно, обо мне никто никогда так не заботился и… Да и вообще не встречала таких людей. Перестаньте. Просто вы рано остались без… А собственно, кого все это время Настя считала своим отцом? Вы как думаете? А вы не хотите с ней познакомиться? Поговорить? Конечно, хочу. Только я дал слово Маше, что не буду лезть в ее жизнь. Да нет, я поняла, что ты не дома, но вы с Сашей гуляете? Я хочу, чтобы вы уехали отдохнуть какое-то время. А, ну хорошо, будешь дома, позвони. Угу. Привет. Привет. А почему ты мне соврала? Стас никуда не уехал. Мне все надоело, а. Потому что он узнал про Настю, он хочет с ней общаться. Понятно. То есть ты теперь с ним собираешься устраивать свою жизнь, да? А ты с Верой все устроил? Да при чем здесь Вера? Я тебе говорил уже, что в ту ночь я напился до скотского состояния. Я не помню ничего. Не нужна мне никакая Вера. Неужели не понятно? А почему ты мне не сказал, что вы начали работать с Гридневым? Что хотите сносить интернат? Ну, при чем здесь интернат? Какой это вообще имеет значение? А ты не понимаешь? Мне Катя звонила. Плакала. Ну, общайся с детьми, я тебе не запрещаю. А с тобой разговаривать не хочу. С юридической точки зрения Гриднев чист. Там что-то по мелочи есть незначительное. Даже если его супруга быть частично совладельцем центра, нам тоже это ничего не даст. Это не криминал. Нужно искать какие-то другие способы. Кое-какой компромат на Гриднева мой друг все-таки нарыл. Погодите, вы что? Мы что, будем его шанташировать? Почему нет? На врага нужно воздействовать его же методами. Ну, я не знаю. Ну, это как-то неприлично. Ну, давайте обратимся к людям. К общественности. Ну, неужели не найдется людей, способных помочь детям? Нас знают в городе. Мои дети участвовали в концерте ко дню города. И мы помогали убирать городской парк. Ну, нас в городе очень хорошо знают. Двое наших учеников на областной олимпиаде получили диплом. Общественность — это прекрасно. Только неэффективно. Почему? Наоборот, это очень эффективно. Правильно нужно понимать общественность, нужно поднимать город, нужно с людьми говорить. У меня есть идея. Так как насчет моего предложения? Подумали? Что? Я билеты заказал. В оперу. Ложа Бенуар. В оперу нельзя смотреть из первого ряда. Я не знаю. У Вовка как-то вдруг узнают Машу. Над нами смеяться буду. Маш, у Маши своих дел по год. Я вас просто не понимаю. Взрослая женщина. С таким решительным характером. Идете себя как маленькая. Заглашайтесь. А я думаю, что это наша заучка приехала. Что? За жучкой соскучилась? Ну, когда-то ты ее мамой Галей называла. Аж дурой была. Так. Ну что, давай накатим, как говорится, за счастливую встречу. Нет, я не могу. Я за рулем. Мне еще в город возвращаться. Ты что, не отказываешь? А, ну да. Ты же у нас теперь столичная штучка. Не считанам убогим. Ну, зря ты думаешь, что у меня все так красиво и гладко. Я к тебе за помощью приехала. Наш интернат хотят снести. Жукову напейте, у детей. Непонятно, куда распределят. Я хочу защитить интернат. Поможешь мне? Все-таки к тебе люди ходят. Общественность нужно поднимать, чтобы все были в курсе. Можно листовки расклеить. Поможешь? Ну, Жукова, конечно, тетка неплохая, но… Инкубатор наш. Нахрен он кому такой нужен? Ну, ладно, ты в люди выбилась. Просто повезло. А я? А ребята наши? Кто из нас чего в жизни добился? Я добилась, потому что училась. Одна из всех. Толку что мы жучку мамой называли. Дети без образования. Профессии в руках нет. А те, которые больные или просто прибацанные, они же вообще к жизни не приспособлены. Так ты поможешь или нет? Не знаю. Пап, а вы ведь не разведетесь с мамой? Не делайте этого. Мы домой хотим. Как вам у бабушки? Там круто. Мы целое утро едим булочки. Угу. Владка, зачем тебе эти булки? Мы хотим, чтобы все было как прежде. Мы жили все вместе, а к ним приезжали и на выходные. О, а я знаю, что надо делать. Что, мои хорошие? Надо поплыть на необитаемый остров, и там вы помиритесь. Да, это точно. Пап, а пойдем на набережную? Обязательно пойдем. Там такие классные кораблики. Давай резиночку. А Николай Петрович только что уехал. А я по городу прогулялась, с людьми поговорила. С Зойкой встретилась. Угу. Ну все, идите погуляйте еще. С Романенко. Угу. Ну и что говорят? Ну, говорят, что вас все любят, уважают. А про интернат отзываются нелестно. Образование слабое, выпускники неконкурентоспособны. Ах! Что тут говорить? Во многом они правы. Но интернат закрывать нельзя. Не всех детей забирают приемные семьи. Я понимаю, конечно, систему надо менять. И методику надо менять. Я все прекрасно понимаю. Все, что могу, делаю. Но сил уже нет. Потому что не девочка. А надо менять, Галина Степановна. Необходимо менять. Ты знаешь ж, единственное, за что себя корю, что не нашла человека, которому можно оставить интернат и детей. Это ж должен быть человеком уникальным. Надо, чтобы он был сильным, чтобы он был образованным, добрым. и всего себя вот тут вот отдавал в интернат. Ну, где ты такого найдешь? А я за свое образование дочерью заплатила. Сколько ты говорила Свете лет? Не знаю. Я не говорила. Она вроде недавно школу закончила. Мы вообще с ней мало знакомы. А почему ты спрашиваешь? Она просто совершенно не похожа на других девушек. Да. Интересно. И что же у ней такого особенного? Искренне очень. Искренне. Да, очень искренне. Искренне так парнем у меня увела. Ну, я бы это называл обреченностью. А вот я что заметил, так это то, как кое-кто на тебя реагировал. Да? И как? Пристально так смотрел. Злился. Ревновал тебя ко мне. Ну, не знаю. Не знаю. Я думаю, Саша тебя любит. И не отрицай. Он думает, что она ушла от него навсегда. Она думает, что он не в нее влюблен. И это только пока не обмелеет река, которая им не дает обняться. Добрый день. Ой. У нас гости. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Знакомься. Это мой мам-пап. Мам-пап. Это моя новая подруга. Настя. А у Насти фамилия имеется? Ира. Конечно. Меня зовут Настя Голубенко. Простите, что не представилась. Это вы нас извините. Ира. Какая фамилия? Пойдем. Пусть ребята культурно отдыхают. Извините. Извините. Чего ты так обрадовался? Ты знаешь, кто это? Не знаю. Девка какая-то. Девка? Присядь. Это, как ты говоришь, девка, дочь Исаевой и Стаса. Ну и что? Я сразу заметила, что она какая-то невоспитанная. Ни здрасте тебе, ни до свидания. Ира, просыпайся. У нас в доме дочь Стаса. Ира. Я тут подумал. Их надо поженить. Что ты мелешь? С какой стати я должна женить своего мальчика на дочери какой-то Исаевой? Ты что, до сих пор к нему что-то чувствуешь? Ой. Не начинай. У меня из-за этой стервы вся жизнь под откос пошла. Ирочка, я давно должен был тебе сказать. Все наши деньги, которые мы отдали Еле Васильевичу, пропали. Потому что на него завели уголовное дело, его счета арестовали. Твои деньги, которые находятся за границей, мы трогать не можем. Поэтому нам нужны деньги твоего бывшего Стасика. Заткнись. Я все поняла. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич. Мне нужно с вами сегодня срочно встретиться. Да, отлично. Вечером в нашем кафе. До встречи. Элеонора, у меня есть для тебя кое-какие новости. Боже мой, папа, как ты серьезен. Ты меня пугаешь. Я нашел твоего Андрея. Андрей Сергеевич Жаров служил в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Во время крупной техногенной катастрофы, спасая людей, получил серьезную травму. Был списан в запас. Живет в сельской местности, одинок. Господи. Господи. Спасибо. Вот поэтому мне пришлось найти вас через соцсети. Станислав Евгеньевич очень хочет вас видеть, Настя. Я думала, у меня осталась только Маша. Маша. А скажите, а… А какую… Мне Маша рассказывала, что он сильный, умный. Да, он очень сильный. И очень добрый. Необыкновенный. Но ваша мама, она не хочет, чтобы он с вами встретился почему-то. Она боится. Боится? Ну, она очень боится, видимо, что… Он узнает, как она меня бросила. Ведь она до сих пор у меня прощения просит каждый день. Я очень хочу его увидеть. Новую песню пишешь? Да так. Пока только на угрожке. Угу. Красивая девушка. Кто? Ну… Настя, что ли? Ну да. С такой негрехи и брак заключить. Да? Пап, ты чё? Все в порядке? Да. Мы с ней недавно познакомились. И если что, я так рано жениться не собираюсь. Ну, сынок, сынок, лучше рано, чем никогда. Слушай, как у тебя все так лихо получается? Кстати, ты говорил, что твоей группе новые музыкальные инструменты нужны? Не вопрос. Папка сделает. Заодно и песню этой Насте напишешь на вашу свадьбу. Слушай, подожди, подожди. Вот про инструменты это ты в точку. Ага. Все остальное… Прости, сынок, мало времени я тебе уделяю. Работа. Подожди. Ты думай. Работай. Думай. Ну и вот так я нашла Машу. Не осуждайте ее, пожалуйста, за то, что она меня оставила когда-то. Маша была юная, растерянная, очень напуганная. А у меня была самая-самая замечательная на свете семья. Были самые лучшие родители. Это всегда очень тяжело. Терять родных. Я недавно потерял маму. Как бы она была счастлива, если бы знала, что ты есть. А у вас есть ее фото? Конечно. Ух ты. Вот. Вот. Боже, какая она красивая. Ты… Учивительно похожа на нее. Она была очень сильная. Волевая. Умная. Я взрослый мужик. А чувствую себя без нее, как сирота. Представляете, Маша так всю жизнь прожила. Поэтому не сердитесь на нее за то, что она нас знакомить не хотела. Потому что… Ну, она… Ей просто до сих пор очень стыдно, что она меня бросила. Да как я могу на нее сердиться? Ну… Взрослый мужик, который бросил детдомовскую девочку одну беременную. Ну, вы же не знали. Ну, не знал. Иногда… Так удобно не знать. Не надо. Я очень рада, что вы такой. Какой? Понимаете все. Настя. Ой, господи, сколько времени потерян. Я тебя прошу, я тебя умоляю. Ты позволишь мне заботиться о тебе. Видеться. Иногда. Я знаю, что Маше это не понравится. Ты… Ты единственное, что у меня есть. Я тоже очень хочу с вами видеться. Спасибо. Спасибо. И хватит этих тайн. У меня от них уже даже нет. Давайте сейчас вместе поедем и все расскажем Маше. Кому еще добавки? Доченька, почему ты не ешь? Мне нравится. Возьми рыбки, она сегодня чудесная. Не хочу. Аппетита нет. А мне есть. Нужно поменьше есть, чтобы сберечь нашу фигуру. Откуда ты этого набралась? Из интернета. Всем приятного аппетита. Спасибо. А зачем? Маш, это я его привела. Простите, вы собственно кто? А это собственно мой родной отец. Вы Станислав Евгеньевич Корнецкий. Отец Настя. Очень приятно. Демеев Николай Петрович, мне кажется, вы вроде… Бывает. Что это? Девочки, а кто хотел со мной резать арбуз? Я, я! Пойдем скорее, пойдем. А то он от нас убежит. Папа, пойдем. Да, да. А сейчас? Мне надо наверх. Маш, это я его нашла. Я привела. Мне просто кажется, что вам здесь и сейчас очень нужно поговорить. Девчонки! Папа, папочка пришел! Ах, вот вы где. Привет. Привет. Мои хорошие. Что? А, это свадьба заживет. Здравствуйте. Петя, а почему ты не предупредил, что приедешь? Ух ты, спасибо. Спасибо. Елена Ура Николаевна, а Маша где? Хочу уговорить ее пойти с девчонками погулять куда-нибудь. Сегодня выходной, вот и проведем день вместе. М? Пап, к маме какой-то Настя на тес пришел. Вкусный арбуз. Ты прости меня. Тебе столько всего пришлось пережить, а виноват в этом только я. После твоей смерти у меня, во мне что-то выключилось. Я все забыла. Всю нашу с тобой жизнь, все что было, все забыла, все стерла. Я просто очень много училась и работала. А потом, потом я встретила Петю. У нас родились девочки, но я все время думала о том, что где-то есть моя дочка старшая. Прекрасно, друзья. Не переживайте. Я вам не помешаю. Продолжайте. Все хорошо. Я постою, просто подожду здесь. Прекрати. Люди добрые, посмотрите, что делается, а? Что? Я детей заберу, чтобы они не видели, как их хватит утешается в объятиях чужого мужика. Дети, собирайтесь. Мы идем гулять. Прости меня. Я… У нас и без тебя были проблемы с Петей. И потом этот ваш совместный проект, он знает, что я борюсь против сноса интерната. И все равно не хочет прервать сотрудничество с этим Гридневым. Маш, послушай меня. Послушай. Я никогда не мешал личное с бизнесом. И тебе советую сделать то же самое. Это абсолютно законное строительство. Твой муж увлекся этим проектом. Ты понимаешь? Да ты пойми, там дети. Их распределят по разным интернатам. Кто может гарантировать, что им будет там так же хорошо, как у Жуковой? Маш, ну это просто эмоции. Но ты же тоже деловой человек. Ты должна понять. Ольховск давным-давно нуждается в инновациях. А твой муж – замечательный строитель. И вообще заключены уже договора, которые я не вижу смысла нарушать. Ну, конечно. Кому интересны чужие дети? Все занимаются своими. Вот. А теперь перевод. Угу. Но время шло. Талия подросла. И однажды она смотрела в окно и увидела старушку, которая занимается придением. Никогда до этого Талия не видела ни прялки, ни веретена. И сочла это весьма забавным – крутить колесо. Все. Да? Мама, а ты теперь поженишься с Настином папой? Кто тебе сказал такую глупость? Папа? Нет. Я сама так думаю. Я не хочу другого папы. Я к папе хочу. Иди ко мне. Послушай, что бы ни случилось, у вас один единственный папа на всю жизнь другого не будет. Правда? Угу. Ну, смотри, ты обещала. Сбылась моя мечта. И это вы мне ее подарили. А у вас есть мечта? Ау… Что значит «ау»? Мечта есть? Есть. Так. Ну… Ладно. Моя мечта – свой журнал. Какой журнал? Печатный. Нет, вы не подумайте. Там не будет всякой этой пошлости. Наоборот, хочу нормальных человеческих историй. Без чернухи, без негатива. Вот… Вот таких, как у вас с Машей. Да… Я, кстати, с ней сегодня встречался. И что? Помирились? Наверное. Ты только посмотри, какое мы красивое платье купили. И туфли. Все в модном ряду. А еще мне позавчера Станислав Евгеньевич сказал, что есть смысл выучиться в Европе. А мне кажется, он просто хочет тебя купить. Ты чего? Злишься? Ты же мой отец. Я не злюсь. Чего ты взяла? Злишься? Я же вижу. Не ревнуй. Ты же сама была в него влюблена. Так, я не хочу больше продолжать эту тему. Вы куда-то собираетесь? С Сашей? Ну, почему именно с Сашей? Что не может никого быть другого, кроме него? А вы… Вы не помирились? Маша, слушай. Не парься, а? Ну, что за слова? Прекрати! Ты лучше мне скажи, что там с этим интернатом? Его сносят, вставляют… Не знаю. Что с интернатом? Распределят детей бог знает куда. Я переживаю. Жалко. Знаешь, а мне почему-то этих интернатских вообще не жалко. Ты не забыла, что я тоже из интерната? А я сейчас вообще не про тебя. Саш, ну хватит кофе хлестать на пустой желудок. Ну, что там с телефоном? Все будет хорошо. Просто синька отошла. Ну, хорошо. Ребят, сейчас завтрак будет. Спасибо, мам. Я не буду кушать. Саша. Ну-ка, иди сюда. Ты за Настей? Не помирились? Не помирились. Вот ты никогда меня не слушаешь. Я же… Пожалуйста, давай не будем начинать, хорошо? Вообще, я тороплюсь. Все. Телефон работает. Мне кажется, он ее любит. Все. Телефон работает. Мне кажется, он ее любит. Попробовать будем. Эля, может, ты передумаешь? Ну, зачем он тебе нужен? Вдруг он спился? Ну, ты что думаешь, Маше нужен отец алкоголик? Папа, я не думаю, что Андрей спился. И потом, я видела, как Настя общается со своим отецом. И понимаю, что отец нужен в любом возрасте. Мам, ты уезжаешь? Да. Мне нужно к одной подруге съездить. В Луневое село такое. А у тебя подруга в селе живет? Да, у нее там загородный дом. Маша, я понимаю, что сейчас мой отъезд совершенно не кстати. Просто мне очень надо повидать подругу. Прошу тебя, дай мне слово, что с Гридневым ты будешь крайне осторожна. Папа. День молодцом. Прошу вас, проходите. Спасибо, Люся. Спасибо. Спасибо. Ну вот, собственно, полюбуйтесь. Ваша супруга прям бурную деятельность развела. Вот смотрите, ну, убирайтесь от наших детей. Руки прочь от наших сирот. Убирайтесь прочь хапуги. Подписи собирает. Петр Владимирович, угомоните вашу супругу, иначе мы останемся без проекта. А в министерстве люди тоже кушать хотят. Извините, Михаил Викторович, но я не могу повлиять на свою жену. У него на все своя точка зрения. Вы понимаете, что от этого зависит транш? И мой, и ваш. Инвестор за всем наблюдает, а денег не дает. Оно меня не послушает. Сделайте так, чтобы послушала. И она не понимает здравомыслящих аргументов. Мне с ней поговорить? О нет, нет. Я прошел столько без этого. Ну, извините. То есть, я так понимаю, что денег не будет? Да. Петр Владимирович, давайте сделаем так. Приходите сегодня вечером ко мне домой. Отдохнем. Нам будут интересные люди. Я лично вас приглашаю. И вашу супругу. Ну, я прям мечтаю, можно сказать, о встрече с вами, Михаил Викторович. Да. Не проблема. Подъеду, куда скажете. Хорошо? Договорились. Всего доброго. Ничего себе. Я правильно понимаю? Гридниев наконец-то решился на личную встречу? Он пригласил меня к себе домой. На какой-то прием. Интересно. Ого. Хотя, честно говоря, не думаю, что из этого что-то получится, но… Ну, во всяком случае, я смогу ему лично высказать все, что я думаю его гнусных методов. Как вариант, да. Мария Сергеевна, скажите, у Насти буферн появился? У них это серьезно. Саш, мне кажется, вам нужно с Настей поговорить. Да, поговорить. Только вот разговаривать она со мной не хочет. Ну, ты сделай так, чтобы захотела. Угу. Сделай так, чтобы захотела. Хорошо. Саш, подожди. Ну, как там Кирюха? Да, спасибо. Все хорошо. Они наконец-то с мамой стали общеязык находить. Я рада. Да. Слушай, тут в кино классный фильм показывают. Может, сходим? Свет, ну, тебе не обязательно тратить на меня так много времени. Вот еще. Может, ты мне нравишься. Вот именно нравлюсь. Ты замечательная девушка и очень хороший друг. Ну, ты принимаешь симпатию за любовь. А любовь-то другое. Понятно. Ты очень помогла мне с Кириллом, правда. И я тебе очень благодарен за это. Если помощь понадобится тебе, я с радостью тебе помогу. Конечно. А ты сегодня вечером сильно занята? Неа. А что? Ну, ты же знаешь, мы с пацанами сейчас на взлете и нам нужны новые клавиши ударные. Ну, позарез. А я тут при чем? Мой отец вбил себе в голову, что ты лучшая кандидатура на роль моей жены. Что? В смысле? Ну, подыграй. Ну, типа у нас Шуры-Муры, любовь. Все ради нашей группы. Ты же понимаешь. Я поняла. Он через меня хочет повлиять на Машу. Очень зря. Она очень упрямая. Так просто не сдастся. Ну, так тем более мы никому не навредим. А инструменты, ну, позарез нужны. Ну, выручи. Ну, ладно. Да? Может быть, мы все-таки о делах начнем говорить? Господи. Расслабьтесь, отдыхайте, выпейте. Прошу вас. Вот. Вот. Как дела? Хорошо, что ты пришел. Мне кажется, не стоит покупать Настю дорогими подарками. Я это делаю не для нее. Я это делаю для себя. Наверстываю упущенное. Вообще, она давным-давно выросла. Ее поздно воспитывать. То есть, мне такой упрек. Маш, нам нужно поговорить. А мне не нужно. Давай, давай, давай. Вот. Знакомьтесь. Это наши молодые. Мой сын Антон и его девушка Настя. А что ты здесь делаешь, Настя? Мария Сергеевна, вы знакомы? Это моя дочка. Радостно. Может, мы это, породнимся? Нет. Давайте о делах. Господи, тут такая миссия. Она о делах. Прошу. Мария Сергеевна, такой прекрасный вечер. Давайте мы не будем говорить о делах. Посмотрите на наших детей. По-моему, они любят друг друга. Давайте все-таки поговорим о делах. Я вас умоляю, давайте не будем говорить о делах. Я вас прошу, давайте о делах. Вы уверены? Мы не будем говорить о делах. Почему? А потому что это не полезно для здоровья. Я чем-то рискую? Вы проиграете. Да что вы. У меня нет проигранных дел. Ни одного. Да? Да. Правда, он потрясающе играет. Просто удивительно. Музыка. Ты не слышал? Ведь если прислушаться, она везде. В шуме листвы, в шорохе ветра. Настя, собирайся. Нам пора. Куда? Собирайся, пожалуйста. Пора, говорю же. Я… нет. А я говорю, да. Марш, я не маленькая. Настя. Стой, 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 стой. Куда ты? В смысле куда? Стой, подожди. А куда они пошли? И по отношению к Саше это некрасиво. Ну что тебе этот Антон? Что ты вцепилась в этого Антона? Ну к тебе это не имеет никакого отношения, ты пойми. Это на меня хотят надавить. Хотят, чтобы я от интерната отказалась. А тебя интересует только твой интернат. Такие сиротинушки, как Света, вот они точно не пропадут. Цепила сейчас Сашу, как клещ просто. Вот этому в твоем интернате очень хорошо учат. При чем здесь Света? Она у меня отбила Сашу. Какие глупости. Садись, пожалуйста. Садись. Я сумку оставила. Сумку передадут. Садись. Да пусть он хоть сгорит, этот твой интернат. Маша меня простила. А вот Настя со мной не общается. Да. Да. Понимаете, Николай Петрович, детдомовские, они… Они все время ждут, что их найдут. Они готовы все, что угодно простить, только бы жить в семье. Особенно девчонки. Знаете, как хочется носить платье, не как у всех. Да? Да. А Настя, она… Жила в полноценной семье. Поэтому у нее все по-другому. Никогда об этом не задумывался. Вот. Жаль. Жаль, что я не познакомилась с вашей дочерью. Эля уехала в село. У нее там важное дело. Поздно уже. Я, пожалуй, поеду? Нет. Давайте посидим еще. Мне с вами так спокойно. А потом я вас отвезу. Да ну… Ну, не ловко, право. Ну, почему? Я вас очень прошу. Ребята, ну простите, это все, Исаев. Я напилась, и он меня отверг. Он без меня уехал. Он не расраивает. Я теперь завтра приеду, мы обязательно с тобой обо всем поговорим. Так, 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 тихо, тихо. Раз все. Садимся, садимся. Давай, 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 я тебя не удержу. Лера, давай. Лера, Лера. Все, все, давай, давай, руки, руки, закрывай дверь. Все, 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 поехали, поехали. Пока. Что это было? Не знаю. Ты, Исаев, увидела? Увидела. Ну, и что ты скажешь? Ну, такая… Что? Ну, перфекционистка, отличница, будет сложно с ней справиться. Да? Ну, если она не понимает, придется припугнуть. Как? Заодно посмотрим, как. Пойдем, я хочу десерт. Давай, давай, подожди, давай. Тебе нельзя. Тут надо одного человечка припугнуть так, чтоб доходчиво было. Как придумаешь сам. Главное, чтоб жестко. Ну, а там любые средства подойдут. Верт Юрьевич, ну вы посмотрите на меня, я же вообще не по этим делу. Ты опух. Вы сказали выполнить, расшибись, но выполни. Или ты думал, что тебе будут бабки платить за красивые глаза? Хорошо. Чего там у вас? Так бы и сразу. Пока перекантуешься у нас на квартире, а потом тебе скажу, что нужно будет делать. Понял? Договорились, да. Сейчас. Мария Сергеевна, там пришел ответ на наш запрос. И письмо из Минюста я вам положила на стол. Хорошо? Мария Сергеевна, вы хотели меня видеть? Да? Подожди секунду. Угу. Что у тебя с Сашей? Только честно. Тоже мне будете говорить о том, что любовь-симпатия перепутала. Так Саша мне об этом сказал. Как всегда. Одним все, а другим шиши. У Насти есть вы. А у меня только Колька. И то далеко. Все ввозятся с этой Настей. А я? А чем я хуже? Ты ничем не хуже. Я тебя очень хорошо понимаю. И когда ты была такая же, как ты. И у меня были ситуации, когда я испытывала такие же чувства. Ну, вот поверь мне, ты вырастешь. Наберешься опыта, и у тебя обязательно будет свой дом. Своя семья, любимый человек. Друзья. А зависть – это плохое чувство. Ни к чему хорошему оно не приводит. Поверь. Просто вы в последнее время на меня вообще внимания не обращаете. Ну, потому что в последнее время у меня очень много проблем. Ну, ты знаешь, ты всегда можешь подойти и поговорить со мной. Просто подходишь и говоришь. Не плачь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А когда отца убили, я продолжил его дело. Это было вопросом принципа. Ну, и в какой-то степени, наверное, честь. Этим ты очень схож с Машей. Ну, и немножко со мной. Знаешь, какая я принципиальная? Ну, теперь-то знаю, конечно. Вся в мать. Нет, если честно, я очень на Машу обижена. Она постоянно на меня давит. Но он запрещает встречаться с Антоном. Ну, сын Гриднева, ну и что? Просто мама очень сильно за тебя переживает. Слушай, ну я же тоже уже взрослый человек. Конечно. Я же не диктую ей, как ей жить. Слушай, а у тебя с Антоном действительно все серьезно? Ну, вообще, мы просто друзья. Ну, ты же видел, какой он хороший. Ну, он живет музыкой. Он мечтает стать музыкантом. Просто музыкантом? Кстати, а скажи мне, пожалуйста, о Юле. Это ведь она меня нашла, да? Да. Ну, у вас с ней какой-то роман? Да нет никакого романа. Ну, ну, похоже, что она на меня обиделась. На звонки не отвечает. Не смей мне больше звонить. Все нормально? Да. Все в порядке. Не переживай. Черт. Слушай, братан, я кошелек потерял. Извини. Ребята, ребята, извините, пожалуйста. Я просто кошелек потерял. Нет, мне нужно на дорогу, на билет. Женщина, извините, пожалуйста. У меня кошелек украли. Мне нужно на дорогу домой, на билет. Не хватает там буквально. Нет, милочка, извини. Ничего, спасибо. Братан, привет. Ух ты, кто нарисовался? Слушай, у меня тут такие обстоятельства. Ты можешь меня пустить к себе? Ты деньги принес? Не-не-не, я деньги обязательно тебе отдам. Сейчас просто на пару дней перекантоваться. Ты охренел, что ли? Ты забыл, как ты нас на бабки киданул. Я все помню. Я тогда, да. Я тоже помню. Я завязался этим. Слушай, у меня реально... Все, до свидания. Мне негде злить. Ну, деньги приходи. Ну, пожалуйста. Кто вы? Что вам нужно? Зря молчите. Сэм вас учил. Говорите, иначе я... Что? Не видите? Вижу. Силуэт вижу. И даже запах ваших духом слышу. Что ж вы, дамочка, так надушились. Думаете, комары не покусают? Кто вы такая? Что здесь вы нюхиваете? Я работница социальной службы. Фу-фу-фу, успокойся. Успокойся. А чего это вы про меня вспомнили? Я пенсию получаю. Мы хотим выделить вам помощь. Вы же не получаете социальную помощь. Мне не нужна ничья помощь. И не нужно сюда ездить. Ну, как же так? Я сказал, мне ничего не нужно. Не нужна мне ничья помощь. Так и передайте этой вашей социальной службе. Сэм. Ты что, охренел? Ты что, охренел? Кать, поиграешь мне в мяч? Влада, тебе скоро в школу. У тебя одни игры на уме. Давай лучше подумаем, как маму с папой помирить. Как? У меня есть план. Слушай. Представь себе, что ты заблудилась в темном лесу. Ты начинаешь звать маму. Там темно. Воют волки. Медведи бродят. Все хотят тебя съесть. Еды нет. Совы летают. Дикие кабаны бегают. И вот тогда родители поймут, как без нас плохо. И быстренько прибегут за нами. Младочка. Ну, ой-ой-ой-ой-ой. Все такое. Что случилось? Я к маме хочу. Мама на работе. А бабушка? А бабушка скоро приедет. Хочешь, я тебе сказку рассказ. У лука море дуб зеленый, золотая цепь на дуб витом. Сереж? Бомжуй. Бомжуй. Все. Денег нет, зрая-то охота. Ночью холод. Сереж, ты... Ты горишь. Давай я тебя в скорую вызову. Не, 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 не. Не надо в скорую. Они меня так найдут, просто и убьют. Мастер. Спрячь меня у себя. Так вот, Жора, понижающий? Мастер. Я, извини, прошу тебя, просто не надо никому ничего говорить. Ты меня не видела, не слышала. Меня просто хотят грохнуть. Ты можешь объяснить, что произошло? Да. И меня хотят опять втравить в это темное дело. И хотят, чтобы я напал на человека. А я не хочу. Это надо вызывать полицию. Нет, не надо. Меня так вычисляют и грохнут. Ты что, думаешь, что я вот так от хорошей жизни по мусорникам? Я просто скрываюсь. Хорошо. Сын, пей, Жора, понижающий. Хорошо. Попробуй поспать. Да. 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 О, Сэм, видимо, это настырная соцработница. Нас с тобой в покое не оставить. Да. Вы правы, не оставлю. И сколько вы ко мне ходить будете? До тех пор, пока вы не примите помощь. И глаза вы мне новое сделаете, а? Или на операцию денег выведите? Теперь. Понятно. Да что вам понятно? Что вы все время преждевременные выводы делаете? Дадим мы вам денег на операцию. Что с вами произошло, вы можете рассказать? Что? Авария на химзаводе. Когда выводил людей, из здания получил ожог. Вот теперь вижу только силуэты. Думаю, мы сможем вам помочь. Я обязательно буду ходатайствовать, чтобы вам выделили деньги на лечение. Надо же, Сэм. Какая щедрая у нас соцслужба. Ну, ладно. Если вы уж так помочь хотите, завтра здесь наведите порядок, приберите, помойте, почистите. Я? Как? Ну, как, как? Руками. Вы же соцработник? А, да, конечно. Ну, завтра заходите. Сэм, лапы. Лапы, 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 Сэм. Ну, тогда до завтра. Да, до завтра. Заходите. Если сможете. Лапы, Сэм, лапы. Опа. Дай лапу. Лапу дай. Вот так. Умница, Сэм. Умница. Ага. Извините меня. Я не хочу. Умирай. Настя. Настя. Мне не показалось-то. Сиди, уходи. Сиди, уходи, пожалуйста. Что? Не переживай. Я не умрую. Мне кажется, я умрую. На порядке у тебя высокая температура. У тебя очень сильная простуда. Ты горишь. На. Это Бог меня наказал за все, что я это творил. На. Выпей это. Дай. Аккуратненько. Держи. Держи. Да. Держи, держи, держи. Молодец. Молодец. Все хорошо. Мабочка. Молодец. 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 Алло, Маша. Я решила пару дней побыть у себя. Молодец. Нет, все хорошо. Я просто хочу побыть одной. Мне нужно разобраться в себе. Ну, смотри, Настя. Как знаешь. В любом случае, звони мне. Хорошо? Угу. Давай. Если ты коза, не откажешься от интерната, мы тебя уроним. Тебе понятно? Тебе понятно? Тебе понятно? Тебе понятно? Тебе понятно? Тварь. А-а-а! Твоя! Мария Сергеевна, какой сюрприз! Бандитов ко мне поцелаешь? Послушайте! Нет, слушай ты! На меня только что напал человек на парковке, в маске! Вау-вау! Почему вы мне это говорите? Звоните в полицию, в скорую. Любезная Мария Сергеевна, чем я могу вам помочь? Ну, не надо так кричать, не нервничать. У вас же дети, у вас дети носики-курносики, подумайте о них. У тебя ни черта не выйдет, ты меня понял? Что? Жива невредима? Альберт, нашел какого-то идиота, с бабой справиться не смогли. В этой ситуации плохо то, что она именно тебе позвонила. Недооценил я ее. Ну, с виду ангелочек. На самом деле, самая обычная детдомовская тварь. Она еще и мужу своему изменяет. А тебе не все равно, кому и с кем она изменяет. У нее ничего нет. Никаких доказательств. Все будет хорошо. Мишу. Миша, Миша. Маша, что случилось? Обними меня. Господи, как хорошо, что ты вернулась. А вот и завтрак. Как ты? Налетай. Я все-таки уверена, что это был человек Гриднева. Он говорил мне про интернат. Что ты имеешь в виду? Маша, может, тебе просто хочется, чтобы со всем этим стоял Гриднев? То есть ты считаешь, что я все это выдумала? Нет, я не считаю, что ты выдумала. Просто, может быть, ты не так все услышала? Что значит я не услышала? Это была конкретная угроза, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Господи, Петя, я боюсь за детей. Я правда, я думаю о них. Может быть, их стоит вывезти куда-то из города или, я не знаю, нанять охрану. Я правда боюсь. Маша, успокойся, я прошу тебя. Ради Бога, у тебя уже паранойя начинается. Это мог быть обычный грабитель. Я сумку хотел украсть. Так бывает. Это не обычный бандит. Он сидел в моей машине, которая была закрыта. Я тебе так вырызился. Он угрожал мне ножом, понимаешь? Он мне сказал про интернат. Ты меня слышишь или нет? В смысле про интернат? Маша, я ничего не понимаю. Ну что за бред? Господи, я не могу с тобой разговаривать. Петь! Маша, Маша, послушай. Маша. Деда, почему мама с нами не завтракает? Ты вчера вечером сказал, что она задерживается на работе. А сейчас она где? С ней все в порядке. Она ночевала у вас, позвонила, сказала, что едет на работу. Понятно. А бабушка где? Она тебе не перезванивала? Нет, бабушка мне не перезванивала. Так, давайте, завтракайте. Нам надо ехать. Ну что? Ты поняла? Что? Мы скоро вообще одни останемся. Все. Все ушли из дома. Так что сегодня выполняем мой план. Я не хочу в темный лес. Я боюсь. Лада, при чем тут темный лес? Это так. Пример был. Ты же на пристань хотела? Угу. А я говорю, хотела. Не хотела. Хотела. Не хотела. Алло. Привет. Ну что там у тебя? Привет, папочка. Все хорошо. Не волнуйся. С Андреем ты уже виделась? Да, виделась. Но нужно еще кое-что уладить. Когда приедешь? Пока не знаю. Что значит не знаю? Ну что у вас там уже произошло? Эля, тут такое творится. Что творится? Папа, не пугай. Что ты с девочками? Настя ушла к себе на квартиру. Маша не ночевала дома. Позвонила, спросила, не можем ли мы куда-нибудь увезти детей. Она в панике. Папа, ну я правда сейчас не могу. Разберись как-то сам. Да что? Почему я? Ну, я не знаю, что делать. Папа. Папа, я ничего не слышу. Тут связь плохая. У меня все нормально. Вернусь, поговорим. Ой, Сэм, привет. А где твой хозяин? Вы все-таки пришли? Да. Вот посуду мою, а потом все поубираю. Рыбу жарить умеете? Нет. Сэм, ко мне. Сэм. Где ты? Иди. Ко мне. Сэм. Ну, вот видишь, как хорошо. Сейчас у тебя тридцать восемь. И это неплохо. Потому что вчера у тебя была температура сорок. Мне бы вообще казалось, что я сдохну. Еще бы. При сорока все что угодно может показаться. У тебя просто очень страшная простуда. И тензилит, ангина. Воспаления легких вроде нет. Но по-хорошему врачу показаться нужно. И делать рентген. Нет. Ну зачем мне врач, если ты меня и так спасла? Да ну, что ты говоришь? Организм у тебя крепкий и не такое может пережить. Только зачем? Ладно, спи побольше, а я пойду литературу по двор заболеваниям почитаю. Спасибо тебе. Свет. Привет. Антон? А что ты тут делаешь? Да я заезжал по делу в одну компанию в вашем здании. И вот думаю, с тобой поздороваюсь. Здравствуй. Извини. Слушай, а до которого ты сегодня час? А до шести, но могу немного задержаться. А что? Ну, в общем, я сегодня вечером иду на концерт. Мои друзья выступают. Пойдем со мной? Как здорово. Да, конечно, давай. Супер. Это в центре, в клубе. Ну, в общем, договорились? Да. Здрасте. Здрасте. Ладно, не буду отвлекать. Что он от тебя хотел? Не знаю. Сказал, что был в какой-то компании здесь. А почему я не могу Саше дозвониться? Он опять отпросился сегодня. Мария Сергеевна, у Саши очень сложные семейные обстоятельства. И пусть он сам о них расскажет. Я на обед и вернусь. Так. А ну, поворачивайся. Руки. Ну что, круто? Ну, не голубой и на том спасибо. Шутник тоже мне. Так, я тебе все купил, можешь заниматься. Скажи мне, в мою школу с английским уклоном пойдешь? Ну, не знаю. Понимаешь, я больше математику люблю. Математику? Ну, хорошо. Все, найдем тебе физмат. Так, я на работу, а ты давай грызи гранит науки. Все учебники купил. Если вдруг что-то не найдешь, то говори мне, я докуплю. Хорошо. Саня, ты Настю набрал. Вы же вроде бы как хотели помириться. Какой ты любопытный. У Насти другой парень. Это жизнь. Так бывает. Дедушка, а можно мы пойдем на эту горку? Мы будем на канатах лазить. Только вместе с Катей. Оставь мне рюкзак, чтобы не мешал. А он мне не мешает. Там же вода и булки. А вдруг Влада пить захочет? Ну, хорошо. Только смотрите, аккуратнее там. Да, я буду ее страховать. Ты здесь посиди, отдохни. Сидел. Все, пошли. Пока. 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 Давай. Галина Степановна, наконец-то. Ну, прибежала, как только смогла. Ну, что там у вас за дело? Ко мне приезжают однокурсники вместе со своими женами. А я при чем? Я хотел попросить вас, чтобы вы помогли мне их встретить. Я? Угу. Да нет, я не могу. Ну, что вы. Ну, почему? Они же дипломаты. Они бывшие дипломаты. Да, ну, и жены небось тоже закончили эти ваши международные отношения. Жены некоторые даже не работали. Ну, кто вы? Я простой педагог. Директор интерната. Вы замечательный директор интерната. И я хотел представить им вас, как… А вы с девочками? Ну, они на площадке гуляют. Я хотел представить им… А вы давно ушли? Да нет, только что. Катя! Катя! Влада! Что ты, что ты, не плачь, не плачь. Я, я не умею, я не умею убирать, я не умею готовить. Я ничего не смогла в своей жизни. Зато ты самая красивая. Эля. Как ты меня узнал? Это твой голос. Узнаю из тысячи. Их, их нигде нет. Их нет нигде. Успокойтесь, успокойтесь. Успокойтесь, позвоните Кате. Катя дома телефон оставила. Ну-ка, успокойтесь. Возьмите себя в руки, прекратите истерику. Вдохните, сосчитайте до пяти, выдохните и спокойно звоните Маше. Маша. 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 Что? Как пропали? Где? А вы где? Я еду. Да, еду. Екатерина Халновей, с вами закончат мой коллега, ладно? Ириш, Максима. Проводи. Саш! Саша, иди сюда. Максим. Извините. Слушай, мне только что позвонили, сказали, что дети пропали. Я думаю, что это Гриднев. Что вы на меня так смотрите? А почему вы уже несколько дней не отвечаете на мои звонки? И не перезваниваете? Я плохо себя чувствую. Да? Я вызову вам врача. Не надо, не до такой степени. Юленька, я вообще хотел узнать, почему вы не перезваниваете моему другу? Он ждет вашего звонка. Я же вам говорил, я нашел вам прекрасную работу в Копенгалине. Спасибо. Но я в состоянии сама найти себе работу. Юленька, послушайте, вы для меня столько сделали. Я просто обязан вас отблагодарить. Что я могу для вас сделать? Что я могу для вас сделать? Поцелуйте меня. Николай Петрович, вы можете сказать точно, в какое время они исчезли? Точно до минуты нет, конечно. Мы сидели, разгопаривались, естественно. Но дети были рядом. На горку они. Пошли на горку. Потом… Ой, ты при чем тут? Где полиция? Сейчас приедет. Я уверена, что это мерзкий Гриднев. Кто? Я просто уверена, мэр твой любимый. В общем, я опросил некоторых родителей. Девочка не видели, но как они исчезли, нет. Я просто уверена в этом. Вот уверена. Маша, я прошу тебя, успокойся. А вот и полиция. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Добрый день. Я просил некоторых родителей. Вот данные. Но они ждут вас. Юль, послушайте. Рядом с вами должен быть другой мужчина. У вас должно быть будущее. Возьмите уже трубку. Да. Стас, только что похитили моих девочек. В центральном парке. Мне нужно, чтобы ты поговорил со своим Гридневым. Я уверена, что это его люди. Похитили девочек. Пожалуйста. Я еду к нему. Что и требовалось доказать. Ух. Вот видишь, вот уже набережная. Помнишь, мы с папой по этой улице гуляли? Да. А потом мы видели корабли. Я пить хочу. На, пей и не ной. Мы должны выполнить наш план. Ага. Ты же хочешь, чтобы мама с папой помирились? Хочу. Ну, вот и пошли дальше. Ой. Давай. Я устала окончательно. Давай немного передохнем. Давай. Держи. Опа. Я есть хочу. Сейчас достану тебя. Подожди немного. Держи. Последнее. А как же ты? А я не хочу. Так, что еще? У старшей девочки рюкзачок такой бирюзового цвета. С этими одуванчиками. Обе девочки в джинсовых костюмчиках. Голубенькие такие. На голове такие. Ну, как они у вас называются? Ну, вот это. Я не видела их сегодня. Как не видела? Сегодня не видела. Ах, так. Ну, вот. Так, хорошо. Распишитесь. Вот здесь. Вы уже разослали информацию? Все уже давно разослали. И фотографии, и описания. Во всех отделениях и у всех постовых. В Ольховске? И в Ольховской в том числе. Так, все. Будет какая-то информация, сразу же сообщим. До свидания. До свидания. Сердце. Где лекарства? Да об этом. Сердце. Предупреждал же я Машу о Грениве. Спокойно. Ой, господи. Лягушка. Мы уже и не вернемся, пока мама и папа не помирятся. Влада и Катя и свои вы. Маша, прошу тебя, держи себя в руках, хорошо? Маша? 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 Остановись. Стас, что это? Спокойно, Мишя, спокойно. Я мой д菜. Лори. Маша, тихо-тихо-тихо. Лори, дед,軍! Руки уберем, как ты? Отк plastici. Ты понимаешь? Я порядочный человек. Да что ты, порядочный человек? Слушай, я мэр этого города! Я в суд на тебя подал за крылесу! Я подам, я тебя посажу! Понял, мэр и черных посажущих! Вон отсюда! Вон отсюда, на чертите! Я в кубереке ровно убралась! Ты что делаешь? Руки дают! Без пяти, держи себя! Да, дед! Да! Девочек никто не похищал. Они сами сбежали из дома и оставили нам записку. Какая записка? Они оставили нам записку. Ты понимаешь? Записку! Еду! Что, Маша? Поехаю! Маша, что? Я сказал! Пошел вон! Надо вспомнить, где они любят гулять! Я не знаю, в парке, в зоопарке! Где? Петя, где? Это пристав. Я знаю, это пристав. Кать, как они нас найдут? Я же написала записку, что мы уходим. Но не написала куда? Нет, конечно. Ага, правильно. А как мы узнаем, что они помирились? Ну, раз они нас найдут, значит уже помирились. Они же будут ездить искать нас по всему городу. Волноваться. Ну, только давай дальше ждать. Давай. Они! Дети! Катя! Влада! Что с тобой? Что с тобой, Влада? Катюш! Вы помирились? Вы помирились! Катя! Мам, вы помирились? Пап, вы помирились! Дети мои родные, что же вы с нами делаете, а? Вы все правильно рассчитали. Значит так, дети. Неделю без интернета. В смысле? Это не честно! Так не честно! Это раз! И десять дней без мороженого. Правильно? Не, ну нормально. Мы ничего такого не сделали. Ну, мы же сделали. Я согласна. С кем? Это не честно. Я так хорошо помню день, когда это фото было сделано. Дочь. У меня есть дочь. Какая она? На кого похожа? Она, она потрясающая, стильная. Это в меня. Умная, очень энергичная. Это в тебя. А похожа скорее на мою маму покойную. Голубоглазая, стройная, эффектная блондинка. Как жаль, что я ее не увижу. Увидишь обязательно, если согласишься на операцию. Зачем я ей? Мы всю жизнь прошли в роте. Я тоже столько лет прожила без нее. А теперь она смысл моего существования. Она и девочки. Девочки? Это внучки. У нее есть три замечательные доченьки. Наше продолжение, Андрюша. Они такие умнички. Ты должен с ними познакомиться. Концерт был просто супер. Я чуть в обморок не упала, когда ты меня за кулисы повел. Откуда ты вообще их знаешь? Делаем одну аранжировку. Вот это да. Я сегодня впервые была на концерте. Да ладно. Так, все. На следующий наш концерт летим вместе в Варшаву. Слушай, Антон, это неправильно. У тебя же есть Настя. Свет, с Настей мы просто друзья. Она мне попросила, чтобы я сделал вид, что я ее парень, чтоб Сашу позлить. Зря вы это сделали. Саша очень любит Настю. Ну, Настя думает, что Саша с тобой ухаживает. Да глупости. Мы с Сашей просто друзья. А любит он Настю. Ну, отлично, что мы с тобой так легко во всем разобрались. Так, до Варшавы. А у меня загранпаспорта нет. Сделаем. А я тебе песню написал. Песню? Угу. Гитары, правда, нет. Но спою тебе ее в танце. Каждый день начинается с мыслей. Каждый день я жду каких-то новостей. Вспоминаю каждое твоё слово. Где, 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 где? Тебя искал везде. А повстречав, не потеряю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Ну, да. Все перенервничали, кроме них. Ну, мне пора. Я поеду. Давайте я вас отвезу. Спасибо вам огромное. Что вы? Я на такси. Я вас проведу. До свидания. До свидания. Слава Богу, все это закончилось. Осталось только перед Михаилом извиниться за весь этот скандал. Угу. Сейчас. Убойдется. Ну, уж нет. Такого наговорили. Так человека обидели. Черт. Стыдно, Маша. Я тоже молодец. Впал в истерику за тобой. То есть, защищать своих детей, ты называешь истерикой? Так, все. Стоп. Успокойся, я тебя прошу. Вот ты не можешь остановиться. Но человек ни в чем не виноват. Значит, я поеду к нему и извинюсь. И тебе советую. Почему вы должны извиняться перед человеком, который мне угрожал? Почему? Опять двадцать пять. Ну, что за глупости, Маша? Ну, завтра ему донесут, что с детьми все в порядке. И что? Что они сами убежали из дома. И что? Что это мы, родители, не обеспечили детям должный присмотр. Черт. Ну, как мы после этого будем выглядеть? Да мне плевать, как мы будем выглядеть. Плевать. Понимаешь? Ты прекрасно знаешь, что дело не только в том, что случилось с девочками. Я посмотрю на тебя, Маша, и вижу, что ты в своем фанатичном стремлении сохранить эти старые стены готова человек обвинить в чем угодно. Ну, нельзя так. А как можно? Детей вышвыривать можно бездомных? Ну, почему ты принимаешь его сторону? Потому что тебе так важен этот проект? Ты раньше мог отказаться от всего, что считал недостойным. Ну, что с тобой случилось, Петя? Да потому что, Маша, есть обстоятельства, при которых любой проект важен. Важнее чего? Важнее меня? Важнее семьи? Важнее детей? Не передергивай! Не хочу тебя слушать. Не хочу. Ты посмотри на нее, а! И не ори! Дети спят! Спасибо, Аля. Очень вкусно. На. Не ври. Моя еда ужасна. Я вообще не умею готовить. Эля, ты все равно лучше того, что делаю я. Андрюш, тебе больше нельзя оставаться одному. Не зрячему это опасно. Молчи, Эля. Я никому не нужен. Я инвалид. Оставь меня, поезжай домой. Ты с ума сошел? Это уже невозможно. Я больше не смогу без тебя. Если бы тогда я тебе все рассказала о беременности, о родах, то вся наша жизнь, вся жизнь была бы другой. Давай теперь воспользуемся этим шансом. Ну правда. Ведь мы же еще можем быть счастливыми. Я сомневаюсь. А ты, а ты перебори сомнения. Ты же сильный. А я всегда буду рядом с тобой. Я теперь от тебя никуда. Но я не хочу, чтобы они меня таким видели. Вы помирились? Если пойми, я уже не думаю. Значит, всё с ним. Маша! Привет. Привет. Ты как после вчерашнего? Нормально. А девочки как? Они придумали всю эту историю, чтобы нас с Петей помирить. Помирились? Нет. Почему ты вчера решила, что девочек похитили? Ну, потому что позавчера в мою машину забрался какой-то урод, в маске, угрожал мне ножом, говорил про интернат. Ты понимаешь, какая штука? Я сюда вернулся не только ради проекта. Просто тут сразу столько всего навалилось, и ты, Настя. Я на самом деле приехал, чтобы разобраться в той ситуации с покушением на меня. Понять, кто меня заказал. И с каждым днём всё больше и больше ниточек идёт к Мишке. Только зацепиться мне не за что. Доказательств нет, понимаешь? Поговори с моим дедом. Там у него какие-то серьёзные документы по поводу Гриднева. Возможно, что-то есть и по тебе. Спасибо. Ну, поешь хоть немного, но остынет же. Ну, вот. Оказывается, они убегали для того, чтобы родителей помирить. А сами только напугали до смерти. Дед, наверное, за сердце хватался. У Маши так не получилось с мужем помириться. Поэтому мне нужно вернуться и с ними посидеть. Нет, не сегодня. Не переживай. Ты можешь ещё побыть здесь, пока болеешь. Но потом нужно будет что-то делать. Ну, нельзя же всё время прятаться. Я знаю. Я принял для себя решение, что я вернусь к родителям. Найду себе там какую-нибудь нормальную работу. Потому что связываться с этими криминальными типами я больше не могу. Всё. Я рада, что ты это понял. Да. Да, Света. Ну, хорошо. Давай встретимся. Давай. Я должна буду сейчас пойти на встречу. Заодно продукты куплю, да? Слушай, Наташа, помнишь своё обещание? Ты никому ничего про меня не рассказываешь? Да. Доедай. Это всё очень интересно, но это не то. Это махинации с землёй, с квартирами, строительством. Но это не то. Это ещё не всё. Мой старый друг рассказал мне такую историю. Будучи следователем, вёл он одно дело, по которому проходил некий гражданин Михеев. По кличке Михей. Взяли его на заказном убийстве какого-то бизнесмена. Фамилию я уже не вспомню. И вот на допросе он сознаётся, что заказчиком убийства был... Гражданин Гриднев. Михаил Викторович Гриднев. Почему же ваш друг его тогда не арестовал? Потому что Михей умер в СИЗО. Внезапно. На следующий день после допроса, так и не успев подписать чистосердечное. Света! Привет. Здравствуй. Спасибо, что пришла. Скажи, а чего такая срочность? Значит так, у меня с Сашей ничего нет и не было. Он правда тебя очень любит. И сам мне об этом говорил. А чего ты решила об этом сказать только сейчас? Ну, рано или поздно нужно же прекратить обманывать друг друга. Да и ты тоже ему морочила голову с Антоном. Ладно, я всё сказала. Дальше вы сами разбирайтесь. Пока. Спасибо тебе. Саша, привет. Ты как? Слушай, давай встретимся. Да, после работы. В парке. Господи, где у меня там мамашка? Господи, это что такое? А, вот смотри. Вот, смотри. Вот, это дело Ефимова. И здесь поразило имущество, квартира, дома. Всё готово. Можно отдавать Максу. Хорошо. Вот это здесь твоё. Я написала. Те замечания, посмотри. Всё, не могу больше. Ой, как же я устала. Мне кажется, что я не тем занимаюсь. Всё, работаем, работаем. Всё это какая-то бессмыслица, понимаешь? Мария Сергеевна, ну вы чего? Мы же людям помогаем. Здесь какие-то вещи более важные. Не знаю, что-то более глобальное. И помощь нужна людям. Наша помощь, ну другая, понимаешь? Ну… Мария Сергеевна, вы меня извините, но это у вас просто посттравматический синдром. После вчерашнего. Ничего, пройдёт. Пройдёт, пройдёт. Не знаю, может быть… У тебя всё нормально? У меня всё хорошо. Помните, я вам о своих проблемах не хотел рассказывать? Угу. Так вот, я брата своего по отцу забрал. Его в интернат хотели определить, а я забрал. Да ты что? Саш, я так угоржусь. Это большая ответственность, ты молодец. А сегодня ещё Настя об этом расскажу. Она меня набрала, и вечером мы договорились о встрече. Ну, здорово. Я рада за вас. Спасибо. Мария Сергеевна, а можно я к ней поеду? Я… я потом всё сделаю, обещаю. Ну, вы же знаете. Да я знаю. Поезжай, конечно. Только смотри, она пару дней ночевала у себя в квартире, не у нас. Да, окей. Беги. А вы не расстраивайтесь. Это всё посттравматический синдром. Стас? Здравствуй. Юль, у меня сейчас очень срочное дело. Я потом всё объясню, всё расскажу. Перезвоню. Тьфу… Ну, что мать? Давай собирать чемодан. Сашенька, ну подожди, ну мы же вечером договаривались. Сашенька… Ну что? Я соскучился. Я тоже. Вот так, значит. Как не мажор, так и этот подонок. Саш, ты не понял. Не понимаешь. Настя, прости. Я случайно. Сашенька. Сашенька. Хорошо, что ты к нам приехал. Правда. Мы очень рады. Посидим по-человечески. Как в старые добрые времена. Давай выпьем. За нашу дружбу. За тебя, Стас. Спасибо, друг. Ой, Мишка, Мишка. Слушай, сколько же мы с тобой знакомы-то, а? Лет с десяти. Мы тогда первый раз пришли к тебе домой, и ты своим родителям сказал, знакомьтесь, это мой лучший друг. Мишка. Да. Я помню, мама нас тогда сразу же усадила за стол, а ты не знал, в какой руке нож держать. Да. И ты сделал то же самое. А потом хлебом на вилку накладывал. Помнишь? Хорошие у тебя были родители. Папа твой. У вас Волга черная была, помнишь? Помню. Ты батю своего уговаривал, чтобы меня домой подвозили. Когда приехали, мама моя испугалась, на первый раз черную Волгу увидела, помнишь? Да. И катал, и помогал. Да. Знаешь, для моего отца, наверное, одна из самых главных вещей в жизни была дружба. Для него всегда деловые отношения было одно, а в дружбах совершенно другое. Дружба. Давай помянем. Родителей твоих. Давай. Слушайте, друзья мои, скажите мне, пожалуйста, вы счастливы? Что ты… Ну вот… Счастливы. Ты же сам видишь. Чего ты спрашиваешь? Нет, я думаю, что вы должны быть счастливы. Вы просто обязаны быть счастливы. Вы столько сделали для своего счастья. Построили дом, вырастили сына. Меня двадцать лет назад заказали. Это же вы меня заказали, да? Чья идея была? Мишкина? Или Иришкина? Стас! Ну, мы выпили-то немного. Ну, давай еще, давай еще выпьем. Ты слышишь, что он говорит? Давай. Ну, так все-таки… Чья? Или общая? Да. Ты с ума сошел? Чтобы я или Ирина… Ты вспомни, какие времена были. Девяностые. До каждого второго заказывали, стреляли. А на меня сколько было покушений? А у тебя сколько было конкурентов? Прут пруди? Михей привет передает. Он умер! С того света и передает. Да. И что дальше? Хорошо, ты его отблагодарил. Как собственное меня. За помощь, за дружбу. Какой же ты жовучий-то оказался. Не раб. А если бы я знала, то я бы тебя и твою шлюху бы сама задушила. Ира! Ты что думаешь, что я буду молчать? Ира! Ты думаешь, что я забыла твое предательство? Рот закрой! Я тебя ненавижу. Я тебе никогда этого не прошу! Тихо! Вон пошел! Не здесь. Вдохни! Не здесь. Спасибо за откровенность. Спасибо за откровенность. Ну, асфальт закатай. Живого. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ты собралась убегать? Просто я тебе не нужна. Ты замечательный журналист, но очень плохой телепат. Не нужно за меня решать. Просто я... Боишься? Да. Я боюсь. Я боюсь, что ты потом пожалеешь. Молчи. Привет. Саша, давай поговорим. Что здесь дела? А ну иди отсюда. Спокойно, я просто хочу, чтобы ты знал правду. Что я сказал? Слушай, у меня с Настей вообще ничего не было. Успокойся, Сань. Все нормально. Я не хочу, чтобы у вас из-за меня были какие-то проблемы. Слышишь? Спокойно. Да, я реально, я должен был всериться к ней в доверие. Мне угрожали, что я сяду обратно в тюрьму, но потом мне сказали, что я должен напасть на человека. Я от них сбежал. Я у Насти просто прячусь. Просто прячусь, Саш. Это все. Ладно. Идем поговорим. Ты должен встретиться с этим Альбертом и вывести его на разговор о том, что именно мэр является организатором и заказчиком. И потом записать все это на диктофон. Нет, нет. Вот я если туда появлюсь, они меня просто грохнут. Все. Да не грохнут. Не грохнут. Назначь встречу в людном месте. Все. Вопрос решен. Хорошо. Я достал эту запись. И что? Их посадят? Не посадят. Это я тебе как юрист говорю. Так а смысл так сказать тогда? Да смысл есть. Смысл есть. Потому что это очень поможет в нашей борьбе с мэром. Мы отправим это в новостные каналы, на интернет-порталы. Блогерам, в конце концов. Короче, вот. Диктофон. Можешь держать его даже в кармане. Я не знаю. Держи. Ну вот, приехали. Спасибо тебе за вечер. Слушай, а дождик нас с тобой любит. Ну что, пойдем греться? Проведу тебя. Мне еще вещи собирать. Зачем? Что случилось? Меня хозяйка из квартиры выгнала. Это как так? Да сын к ней приехал. Будет теперь вместо меня жить. А что значит вместо тебя? Почему она тебя не предупредила? Может с ней поговорить нужно? Ой, да там такая хозяйка, что лучше не стоит. Слушай, а у меня есть идея. Пойдем за твоими вещами. Зачем? Ира, зачем? Ты понимаешь, что ты практически призналась в покушении на убийство? Плевать. Покойник жив, свидетелей нет. Никто ничего не докажет. Да ты что, солнышко мое, а деньги? Я в его компанию все бабло убухал. Ты понимаешь, что я в полной заднице? Мы с тобой нищие. Покойся. Нет человека, нет проблемы. Предварительные документы подписаны. Уберем его по-тихому. Компания продолжит работать с нами. А если нет? Это смена руководства, это аудит, это такой дурдом. Значит, сначала мы вытрясем из него деньги, потом уберем. Каким образом? Это что, тебе девяностые? Что ты с этими девяностыми? Я не знаю. Несчастный случай, на рыбалку пошел. Какая рыбалка? Да что ты, как идиот! Я тебе о несчастном случае говорю. Все знают, что у них был конфликт с Заисаевой. Так даже еще лучше. Несчастный муж и любовник жены. Начался конфликт, оба они выжили. Никто разбираться не будет. А деньги? А это уже не моя проблема. Не все же мне одной решить. Твои профи за ним ходят? Ходят, как собаки. Вот и прекрасно. Пусть они скажут нам, когда Петр со Стасом пересекутся. Скажут. Мам! Пап! Я не один. Знакомьтесь, это Света. Здравствуйте. Одна лучше другой. Здравствуйте. Это тоже из детдома, а? Так. Мам, что-то произошло? Ясно. В общем, Света пока у нас поживет. Она жить у нас не будет. Стоять! Что значит стоять? А вот то и значит стоять. Не смей так с матерью разговаривать, бездельник. Свет, во-первых, я тебе не бездельник. Я работаю и зарабатываю. Ты понял? Что ты работаешь? Кем ты работаешь? Что ты там зарабатываешь? Это мы с матерью работаем. И мы будем здесь решать, кому жить, а кому нет. Свет! Ты решать собрался? Хорошо, давай. Раз я здесь никто и ни на что не претендую. От дома! Ты что? От машины! Что ты себе позволяешь? Ты что делаешь? Вот ваши сраные карты. Что ты себе позволяешь? Спасибо. До свидания. Пойдем, Свет. Сегодня у ребят переночим, а завтра квартира. Неблагодарный! Я хоть что-то да зарабатываю! Щенок! Соплек! Я тебе давно говорила, не надо с ним так. Щенок! Ты невероятно красива. Я тебя никогда никуда не отпущу. Вот ведь удивительно, еще месяц назад у меня не было никого, а сейчас у меня две родные души. Ты и дочка. А Маша? Маша, точно. Я про Машу-то забыл. Слушай, надо как-то помирить их с Петром, а не прямо как малые дети. Я когда тебе сегодня звонила, думала, что у тебя с ней дела. Нет. Я ездил к Мишке. Да, это он меня заказал. Он и Ирина. Они сами признались. Ничего себе! Ты заявил в полицию? А что я им предъявлю? Свидетель давно умер. Так, отказал ему в инвестициях. И все? Я не хочу говорить о них. Я хочу говорить о нас. Что мы будем делать дальше? Ирина. Как дела? Вы помирились, Саша? А вы с Петром? А вы с Петром? Я по тебе соскучилась. Я тоже. Очень-очень. А значит, Саша тебе ничего не сказал. О чем? Он взял к себе младшего брата по отцу. Все это время занимался сбором документов на опеку. Вот поэтому странно вел себя. Интересно. Я бы наоборот ему помогла. Что он обо мне думает? Нет, я просто думаю, что он боялся, что ты не приимешь брата. Но он с Катей не ладит. Ну, Катя. Ну, хотя, да. Да. Да? Ну, а что с учебой? Ты еще не передумала быть врачом? Нет. Нет, наоборот. Я эти как ты и я. Ну, в смысле, что ты тоже хотела быть юристом. Да. Очень хотела. И стала. Но ты знаешь, сейчас я хочу многое поменять в своей жизни. Катюша. Чего тебе? Я хотела с тобой поговорить. Смотри. Мы ведь с тобой взрослые люди. Ну, допустим. Знаешь, на самом деле я очень хорошо тебя понимаю. Была себе старшей сестрой. Жила спокойно. Родители тебя любили больше. И тут вдруг, бац, появляется какая-то Настя. Любите меня. Я б тоже разозлилась. Но мы же с тобой взрослые девочки. И мы обе хотим помочь Маше. Это да. Давай. Давай попробуем ей помочь вместе. У нас все получится. Давай. Мир. 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 на меня за это обижаться. А как сам себя ведет, а где он? Да не беспокойся, я о нем позабочусь. Хорошо. Ну, извините, что тут у нас? Так, хорошо. Вы пока отдыхайте. Когда все будет готово, мы сделаем вам анестезию и перевезем операционную. А, спасибо. Ну, и хорошо. Хорошо. Прям в Швейцарии какая-то. Я знаю, тут лучше, чем в Швейцарии. Я тебя здесь подожду. Не, не надо, не надо. Ты и так столько для меня делаешь. Езжай домой, ты там нужнее. А я после операции хорошенько выспаюсь, а ты потом приедешь и дальше. Хорошо? Я никуда не поеду. Ну, Элечка, мне теперь есть за что бороться, за кого. Я нужен вам, тебе, девчонкам нашим. Я хочу быть для вас собой. Все, иди, иди, родная, иди. Еще будет хорошо. Ой, ну как он тут? Все хорошо. Все нормально? Ой, спасибо вам. Пойдем. У нас все столько дел. Как тебе форма? Прикольная. Какое-то счастье. Собирать правнучку первый раз в первый класс. Лада, у меня тоже для тебя есть подарок. Папапапам! Вау, какой красивый! И сколько кармашков! Бери, будешь самой-самой красивой во всей школе. Класс! Мама, а папа тоже с нами пойдет на линейку? Ой! Что это? Любимые мои, вы не будете против, если этот дивный пес по имени Сэм поживет пока с нами. Всегда мечтал о собаке, но не решился завести. Мама, а чей это пес? Одного очень хорошего человека. Я вас потом с ним обязательно познакомлю. Хорошо? Сэм, ну что, тебе нужна миска и подстилка? Да, 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 я тебя слушаю. В смысле приедет? А когда приедет? Сюда? Сейчас? Бегу. Дай лап. Дай лап. А? Подожди, так ты уже здесь? Все, бегу. Ух ты! Привет! Привет. Я, дочка, я на секундочку. Вот это… Значит, это тебе, это девчонкам подарки небольшие. Ну или наоборот. Там распечатаете, посмотрите. Размеремся. Подожди, давай ты сейчас сам все подаришь. Да я с удовольствием, только я сейчас с Петром встречаюсь. Хочу их с Машей помирить. Я просто заехал сказать, что я тебя очень сильно люблю. Спасибо. Да. Все. Все. Удачи тебе. Да, да. Ну, ты… Ну, на связи, в общем. Да. И ты тоже мне. Звони. Пиши. Вы подарки распечатаете, посмотрите, подошло, не подошло. Все подойдет. Маша любит тебя. Все, что вам нужно сделать, это просто поговорить. Понимаешь? Да я бы и сам рад. Ну? Но… Да проблема не в тебе, а в моем разорении. Стыдно мне Маше признаться, что я не проконтролировал ситуацию и разорил фирму. Да она поймет. Ты просто поговори с ней. Сегодня же. Сколько можно тянуть? Может, ты и прав. А по поводу компании, у меня есть к тебе одно предложение. Какое предложение? Я лучше покажу. Поехали. Ты куда? Запишите на мой номер, пожалуйста. Куда? Поехали, поехали. Чумной. Спасибо. Я просто испугался. Потом перекантовался тут Антосям. Понял, что другой альтернативы-то нет. И решил, что я готов на любые ваши поручения. Ну, так-то оно лучше. Может, поумнел? В общем, нужно следующее. Надо, чтобы Настя вляпалась в какую-то историю. Такую, чтобы с душком. Или даже с криминалом. Наркота, проституция, не знаю. Сам реши. Ага. А что именно нужно делать? Ну, я так, для полноты картины. Слушай, мне кажется, зря ты его отправил на такое ответственное дело, он не справится. Справится. Ничего не зря. Его гложет чувство вины, а настоящий мужской поступок поможет ему в этом разобраться. Всю полноту картины тебе не надо понимать. Достаточно того, чтобы ее мамаша занималась только проблемами своей дочери. Мамаша, это в смысле Исаева? Ты тупой. Ну, а кто еще? Не, я так. Ну, может, Исаевой лучше что-то сделать? Блин, тебе сказали девкой заняться. Займись девкой. А то Гриднев этой семейкой мне все плеш провел. Ну, как, нравится? Красота. Что-то. Вот здесь будет новый интернат вместо старого. Спальный корпус, оранжерея, компьютерные классы, библиотека, бассейн обязательно. А бассейн-то зачем? Ну, как, а зимой дети где будут купаться? В проруби, что ли? Не-не, бассейн, ну, должен быть. Я думаю, Маше понравится. А почему именно здесь? Потому что от города недалеко и природа. Опять же, свежий воздух. А коммуникации? Дорогое удовольствие? Ничего, я потяну. А что касается развлекательного центра, он будет. Старый интернат мы снесем, только Мишке шиш с маслом достанется. Я сам выкуплю у города эти земли. Секретные материалы. Все в лучшем виде. Спасибо. Ну что, давайте послушаем. Блин, тебе сказали девкой заняться. Займись девкой. Достаточно того, чтобы ее мамаша занималась только проблемами своей дочери. Маркота, проститутцы, я не знаю, сам решила. Он там еще про мэра проболтался. Надо это Маше отдать. Она уж точно придумает, что с этим делать. Идем. Пойдемте. В чем дело? Включи! Включи, козлина! Включи! Включи! Козлина! Включи! и её заняться интернатом. Ну, по мере, конечно, силы и возможностей. Молодец, Маша. Вот. Молодец. Чем смогу, помогу. Я понимаю, у меня нет образования педагогического, но я могу на заочно, если нужно. Ты права абсолютно. Надо эту систему менять. То есть, мир изменился, и нужно готовить детей к новой взрослой жизни. Кому как не себе это знать. А как Пётр отнёсся к этой идее? Ты же понимаешь, это круглосуточная работа. Он не знает, я пока не сказала. У нас сейчас сложности в отношении. В общем, это вообще чушь какая-то. Вот. Не знаю. Всё трясётся. Я уверена, вы помиритесь. А знаешь что? Ну-ка, давай, звони и скажи, что ты хочешь встретиться, поговорить. Давай-давай. Давай, звони. К вам можно. Ого, дед! Чего, дед? Я это, Галина Степановна, пришёл поздравить. С днём учителя. Ох! Да-да, меня сегодня целый день поздравляют. Серьёзно? А не через две недели день учителя, а? Такие все дурачки, собрались. Прям не могу. Ну ладно. Ты звони давай. Ну, я позвоню. Вот-вот. Где эта шляпа? Чего? Эта. Вот. С днём учителя. Спасибо. Привет, ребят. Супруга твоя звонит. Волнуется. Или теперь уже твоя, Стасик? Мишка, ты совсем с ума сошёл? Чего ты хочешь? Конечно. Денег, конечно. Ты мне отдашь всё. По-моему, это неплохая сделка. Деньги в обмен на жизнь. Вот же мразь, а! Ты чё творишь? Ты чё творишь? Рот закрой. Мы культурные люди. Что ты делаешь? В общем так, Стасик. Ты мне скажешь номера своих счетов и куда доступ? Да? Да. С какой стати? Объясняю. Когда я получу свои деньги, тебя отпустят. А Петра? Нет. Твой петушок здесь останется. Это, Стасик, если ты откажешься, то ваши трупики будут искать очень долго. Но если всё-таки найдут, то все будут знать, что встретились два одиночества. Ревнивый муж, любовник жены, разборки, драки, у него всё как в плохой пьесе. Но ты не спеши. Тебе время есть. Минут десять. А то мне ехать надо. Бежать не пытайся. У меня ребята нервные. Уши на лету отстреливают. Бежать не буду. Пусть, давай попробуем ждать. Перетелять не получится. У меня в заднем кармане. Блавка. Нож. Есть. Нож. Нож. Есть. Давай, давай, давай. Это я. Смотри. Давай. Они свалили. Стас, ты куда? Сейчас. Стас. Стас. Стас, быстро машину! Стой, сволочь! Стой! Дай машину! Ваша мать! Здравствуйте. Здрасте. Мария, вы меня не знаете, но это я вам звонила пару часов назад. По поводу Станислава. Стас. Это вы знакомая, Стас? Угу. Я вас видела раньше. У Гриднева, у Вольховски на встрече с народом. Да-да, дело как раз в Гридне. Точнее, дело в том, что Станислав с утра поехал на встречу с вашим мужем. С Петром. Его до сих пор нет. Ну и что? Мало ли какие дела. Я не знаю, просто я боюсь, что Гриднев с его женой они что-то подстроили. У них накануне стоялся очень плохой разговор. Стас им все высказал, а они очень опасные люди. И вот, сейчас он целый день не выходит на связь. И я... Поехали. Быстро. Сюда скорей. Давайте. Стас, мы на месте. Держись. Аккуратно. Давай, давай, давай. Давай, давай, вместе. Все вперед. Все, все, все. Привет, Стас. Что, с ним он жив? Жив. В операционной. Слава Богу. Что произошло? Все будет хорошо. Я тебе потом расскажу. Мама, а когда надо будет дарить цветы? До праздничной линейки или после? Можешь вручить после, в классе. Я сразу дарю. Таскаться потом с этим веником. А вдруг, а вдруг мне эта учительница не понравится? Вдруг она будет злой? Не будет она злой. Туда только добрых берут. Так, мои дорогие, присядем по нашей старой доброй традиции на дорожку. Давайте. Ой, какие вы все красивые. Какие вы хорошие. Пока. Хорошего вам дня. Я побежала. Мама бросается. Ты очень красивая деда. Всех обнимаю. Удачи. Пока. Ну, с Богом. Ура! В школу! Ура! Добрый день. Пожалуйста. Добрый день. Что происходит? Что такое? Я мэр города. Что вы себе позволяете? Убери руки, ты! Ты знаешь, вы все входят! Что? Что происходит? Вера, тут такое дело. Ничего личного, но мы собираемся уходить. В смысле? Куда? Ты вообще мой лучший мастер. У тебя самая высокая зарплата. Ладно, я всем повышу. Всем. Ты понимаешь, тут разные слухи входят о твоей дружбе с семьей Гридневых. И многие наши клиентки начали отменять записи. А у меня ребенок и кредит за машину. Я не могу так рисковать. Девочки. Девочки, вы что? Не бросайте меня. Вы что? Да слухи все. Неправда. Неправда. Тут еще проверка пришла какая-то. Говорят, у нас не все в порядке с пожарной безопасностью. Ну, мы пойдем. Ну, девочки. И щеки у меня нормальные. Настя, это Жашка в первом классе. Ну, все, все. Давайте дальше. Костенька, неупитанный. Настя, тебе что-то покажет? Погоди, 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 погоди. Молчи. А ты упитанный был, да? Неупитанный, просто здоровый ребенок. Да нет, тут ничего смешного. Ну, чуть-чуть. Это чуть-чуть. Я когда с ней во дворе гуляла, Ну, это фотография такая. Мам, ну все, перестаньте. Видите, Настя, вот такие вот ресницы. Куды? Все, давайте есть. Я вас умоляю. Да, хорошая идея. Давайте есть. Потом мне покажешь. Нет. Так, ты уже торт. Так, подожди. Нет, никакого торта. Я хочу кое-что сказать. Я очень рад, что вы все здесь. Мамуль, скажи тост, а? Ну, хорошо. Дорогие мои. Много у нас было с вами непростых моментов. Поэтому я хочу попросить у вас прощения. Мам. Я не всегда была права и, ну… Но сейчас хочу сказать, что у меня теперь трое детей. И я очень хочу, чтобы вы были счастливы. Счастливы. Поэтому за вас. Ура! За нас всех! Первый кусочек торта нашей виновницы торжества Владе, которая пошла сегодня первый раз куда? В первый класс. Правильно. Молодец. Ох, самый большой. Ого! Поздравляю, сестренка. Удачи тебе. Пап, вот этот кусочек, вот этот. Здравствуйте. Здравствуйте. Сэм! Привет, Рыжий. Добрый день. Да, здравствуйте. А мама, так это и есть тот прекрасный человек, о котором ты рассказывал? А как вы догадались? Ну, как же ваш друг подсказал? Так можно радоваться только хозяину. Проходите, садитесь. Маш, познакомься. Это… Это твой отец. Отец… Ну что, какие дальше планы? Решил уехать в родной город. Нужно помочь родителям, да и работу я там уже себе нашёл. Ну и правильно. Спасибо тебе, Серёж. Ты нас, можно сказать, спас. Правда. Да это вам спасибо. Да, мне пора. Берегите себя. Привет, жених и невеста. Привет, свидетели. Привет. Ну как вы? Настя, я покажу платье, которое я выбрала. Ты как? Вау. Да нормально. Отец и мать в СИЗО сейчас. Я им передачи вожу. Отец хоть дал показания, что она ничего не знала о его делах? Ну там вскрылись новые детали, которые оказывают, что и мама тоже виновата. Да. Слушай, что бы ни случилось, ты всегда можешь на нас рассчитывать. Не кисни. Иди вон. Мурия Сергеевна, простите. Ириша, всё нормально. Мурия Сергеевна, простите. Ну, привет, Маша. Неожиданно. Я пришла сказать, что я была в шоке. Я… Ну, я… Я не знала, что Миша такое может сделать Пете. Я до сих пор в этом состоянии пребываю. Дальше что? Ну, все знают, что я дружила с семьёй мэра. Что я дружна была с Ириной. Мои клиенты, которые не записываются ко мне. Моя репутация, которая сейчас… Значит так. Я ни с кем эту тему обсуждать не буду. Спасибо, Маша. Спасибо. Спасибо. У меня с Петей ничего не было. Он был пьян. Бормотал всю ночь твоё имя. Всю ночь твоё имя. И вырубился всё. Уйди, Ивир. До свидания. Вот. Это мне? Отчасти. Ты же знаешь наши традиции передавать семейные драгоценности по наследству. Надеюсь, это сделает Настю счастливой. Смотри, как я некрасивый. Хорошая собака! Красотка, а? Как в окружении этих прекрасных людей. Молодая красивая пара. Ну зачем тебе уезжать? Я ненадолго. Правда. Я на пару дней улажу кое-какие дела и сразу же вернусь. Буду заниматься здесь тем, что буду контролировать строительство нового детского центра. Ты даже соскучиться не успеешь. Честно? Абсолютно. Тем более у тебя появилось столько новых интересных забот. Да, у нас уже готов макет обложки первого номера. Я буду первым подписчиком. Да. Прошу прощения. Хотела сказать тебе спасибо за детский центр и за финансирование. Спасибо. Пожалуйста. И очень красивая пара. Мы знаем. Ну, я вот думаю. Может и нам расписаться. Будет вам. В нашем возрасте только людей смешить. А может я хочу, чтоб все веселились и кричали. Горько. И вообще. Пойдемте потанцуем. Пойдемте. 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 Можно я скажу кое-что? Простите, я безумно волнуюсь. Вы же все знаете мою историю с Машей, да? Как я познакомилась. Сколько всего она для меня сделала. Нет, 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 не так. Это все нужно говорить не так, Маша. Мама. Я тебя очень люблю. Ты самая, самая прекрасная мама на свете. Спасибо тебе за то, что приедет. Ты сейчас самые важные слова для меня сказала. Я тебя очень люблю. Очень. Я вас поздравляю. Будьте счастливы. Береги ее. А это от нас с Петей. Наша семейная религия. То самое? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Так, всем внимание. Сейчас невеста будет бросать букет. Давайте. Да, вы приготовьтесь. Прошу вас. Прошу. Я не знаю, как вы бросаете. Просто на счет три. Вот так. Раз, два, три. К핑. Blackberry. По-насловим. У-у-у. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова